С чего мы с вами начнем? Я хотел бы быстренько пробежаться по некоторым, в качестве вступления затравки по некоторым статистическим данным, на самом деле, для того, чтобы, может быть, где-то подчеркнуть некую ценность вообще работы и эффективности работы в интернете и уделению большого внимания, в том числе и с точки зрения просто любопытства. Ну вот смотрите, основной посыл, который хочется до вас донести, простите за тавтологию, это то, что интернет в России практически перестал расти. Ну то есть, грубо говоря, количество людей, которые подключены к интернету, сейчас колоссальное. Это 66% населения, 82 миллиона человек, и используется там огромное количество разнообразных устройств, и прирост практически остановился. То есть, около 5% в год, и я так полагаю, что цифра будет только снижаться. То есть, ожидать взрывного роста аудитории интернета нам с вами не стоит. Можно посмотреть и убедиться в том, что даже тот потенциал роста, который еще остался, на самом деле не такой уж и интересный. Вот с точки зрения охвата по городам, да, здесь в миллионах человек указано, сколько людей осталось неохваченных интернетом в разных типах населенных пунктов. И мы видим, что самая большая доля, естественно, в населенных пунктах, там, до 100 тысяч человек. Москва и крупные города охвачены практически полностью. Я сомневаюсь, что мы сможем выжить из 700 плюс городов, там, особо какую-то платежеспособную или, по крайней мере, интересующуюся аудиторию. Про города, такие как Москва, в общем, вообще речи не идет. Примерно то же самое касается возрастных категорий, да, то есть в городах от 100 тысяч человек и выше практически все возрастные категории, интересные вообще предпринимателю в интернете, в общем, уже охвачены. Остаются маленькие доли в каждой из категорий. Ну, а категория 55 плюс, ну, мне кажется, конечно, она будет потихоньку прирастать, дети постепенно своих родителей, так сказать, в интернет загоняют, но эта аудитория, наверное, не будет тоже взрывоподобно расти и ожидать у нее там каких-то чудес не стоит. В то же время, в то же время, учитывая, что мы не можем особо вырасти и, скажем так, растить свой бизнес на растущем рынке, да, потому что аудитория быстро расти теперь не будет, в то же время у нас плодится количество устройств, с которых, собственно говоря, выходят люди в интернет. Если раньше это были просто обычные компьютеры и, соответственно, там удобный экран, мышка, клавиатура, все, что нужно для комфортного серфинга, оформления заказов и так далее, то сейчас как бы ситуация сильно, ну, нельзя сказать, что усложнилась, но изменилась. То есть появились у нас смартфоны и планшеты, появились телевизоры, да, то есть даже уже смарт-ТВ, возможности и доля вообще смарт-ТВ на рынке вот в 15-м году в интернете 11%. Ну, мы видим, да, что смартфоны 41, планшеты 26, планшеты, кстати, во многих семьях сейчас заменили домашний компьютер и, в общем, вполне у себя успешно. Я бы даже отметил еще такой момент, вот касательно динамики, да, мы видим, что смартфоны и планшеты в аудитории интернета очень сильно растут, прямо взрывно растут, да, и это происходит в первую очередь потому, что новое поколение, которое, да и, в общем-то, наверное, любое поколение, для того, чтобы совершить свой первый выход в интернет, собственно говоря, покупают телефон или планшет, потому что это элементарно дешевле, то есть выход, получить доступ к интернету можно очень дешево с помощью, там, такого носимого устройства, нежели чем покупать ноутбук или, там, тем более, стационарный компьютер. Вот, ну и замечу также ваше, обращу ваше внимание на то, что 41% это прирост телевизоров, то есть, грубо говоря, сейчас, по-моему, уже каждый второй телевизор, продающийся с какой-то определенной системой смарт-ТВ, я там точной статистики не знаю, но мне кажется, что их там огромное количество. Сейчас все современные телевизоры, которые выпускаются, в общем-то, оснащены технологией смарт-ТВ, это значит, что его можно подключить к интернету, там, и заходить в том числе на интернет-магазины, ну, помимо, там, развлекательных всяких сайтов, в том числе заходить в интернет-магазины и, собственно, приобретать товары. При этом телевизоры разве что лишены клавиатуры, но там есть экранная клавиатура и, по-моему, очень передовые вот эти пульты-мышки, да, с гироскопами, которые позволяют, в общем, довольно легко управляться с сайтами или другими интерфейсами на телевизоре, не вставая, в общем-то, с дивана. В общем, это тоже любопытная история, и судя по тому, как в 15-м году росла доля телевизоров, в 16-м мы, скорее всего, увидим еще более взрывной рост, и, соответственно, надо думать и об этом, о том, что телевизоры тоже будут у нашей аудитории пользоваться спросом. Итак, вообще e-commerce и вообще рынок интернет-торговли в 15-м году у нас показывает, ну, скажем, наверное, для общей экономической ситуации неплохие результаты, то есть оборот у нас составил 650 миллиардов рублей, и это на 16% больше, чем в 14-м. Примерно 90 миллиардов приросло, и в целом неплохие показатели, хотя, если сравнивать их там с предыдущими годами, то темпы просто замедлились, да, средний чек порядка 4000 рублей, и кривая, на самом деле, роста за последние несколько лет выглядит такой довольно-таки прямой, однако надо помнить, что там в 12-м, 13-м, 14-м годах интернет-торговля в России росла, ну, примерно около 30%. Вот, сейчас немножко замедлились. Есть еще интересная статистика, которая показывает о том, насколько популярны те или иные отрасли в интернет-торговле, и это уже по опросам Яндекс.Маркета и компании JFK, они, собственно, проводили в осенью 2015 года некий опрос среди пользователей интернета. Какой товар они за последние 20 месяцев хотя бы раз покупали в интернет-магазине? И мы видим, что там очень большие доли – это мелкая бытовая одежда, косметика, товары для детей, ну, естественно, электроника большая и маленькая и так далее. При этом, если посмотреть на уже аналитику, а не опросы, да, на аналитику, которая готовит для нас аналитическое агентство Data Insight, пожалуй, наверное, единственное агентство, которое делает очень детальную аналитику рынка электронной торговли, и если вы там не знакомы с их отчетами, я очень рекомендую сайт datainsight.ru, там есть опубликованные открытые исследования, в которых можно посмотреть, следить и за топ-игроками этого рынка, и за, в общем-то, в целом, за пульсом, так сказать, электронной торговли в России. Так вот, по итогам этого исследования, в 2015 году быстрее всего росло количество онлайн-покупок в товарах для спорта, товара для животных, товара для детей, одежды, обувь и продукты питания. И здесь я отдельно, наверное, сделаю ремарку про продукты питания. На самом деле мы не очень видим сейчас больших игроков, уже работающих в сфере продуктов питания, однако это прямо очень горячая тема, потому что большинство игроков сейчас готовятся к выходу, и это известно, в онлайн, и будут предлагать покупки продуктов питания онлайн. Возможно, сейчас то самое время, когда можно попытаться опередить и снять какие-то сливки с этой точки зрения, потому что люди уже привыкли покупать в онлайне, и, пожалуй, продукты здесь тоже хорошие, ну, хороший товар, которым можно воспользоваться и пытаться на этом заработать. Но при этом, хотя, наверное, это обусловлено экономической ситуацией, снизилось количество покупок, именно снизилось количество покупок в электронике, технике, косметике и парфюмерии. Но я здесь отношу это к двум, наверное, основным таким тенденциям прошлых лет. Первое – это, наверное, важная экономическая ситуация, по сути, в рубле произошло там сильное удорожание техники. Ну, а второе – это возможность кроссбордера, то есть так называемые покупки за рубежом, покупки в Китае в том числе, очень сильно упростили эту процедуру, и что-то пока государство не торопится ее усложнить. И, конечно, для рынка электронной торговли нашей это, в общем, такой сфоровый ущерб. Миллионами измеряется количество покупок за рубежом, в том числе тех же там известных площадках Китая. И спасибо Почту России, она начала хорошо работать, и работает просто великолепно, но в то же время наносит определенный ущерб. С этим, наверное, ничего особенного не сделаешь, кроме как пытаться повлиять на государство, чтобы оно ввело некоторые ограничительные меры. Над этим, я думаю, вы знаете, что ведется работа, и различными ассоциациями, которые, собственно говоря, занимаются электронной торговлей и вообще российским IT-рынком. Ну и, в общем, будем надеяться, что здесь произойдут существенные изменения, которые помогут нам, России, еще больше подтянуться с точки зрения онлайн-торговли. Но, однако, на текущий момент нам приходится конкурировать с ведущими мировыми игроками онлайна, да, и онлайн-ритейла. И, в общем, нам стараться не отставать. Надо понимать, что те, кто занимаются этим в мире, да, уже имеют большой опыт, имеют большие возможности с точки зрения маркетинга и с точки зрения технологий, возможности по разработке. И, в общем, конкурировать на самом деле не так и просто. Ну и мы в этом отношении стараемся помогать нашим клиентам и пользователям, да, обеспечивая нашу платформу с современнейшими технологическими фичами, которые позволяют, в общем-то, не отставать от больших игроков, а иногда даже их, в общем-то, опережать. Причем делать это именно силами небольшого бизнеса и за небольшие деньги, небольшие сроки. В общем, в целом интернет-магазин, с нашей точки зрения, должен как можно быстрее начать приносить доход, если вы начинаете свой бизнес, и становиться эффективнее, эффективнее, эффективнее с каждой интеракцией каких-то изменений. Об этом, обо всем мы немножко поговорим. Я уже говорил, что требования, в общем-то, здорово растут, да, к интернет-магазинам, к тому, как они должны работать, к тому, как они должны выглядеть, насколько они должны быть удобными, быстрыми и так далее. И, конечно, здесь большая доля, скажем так, возможностей и обязанностей бизнеса, который обеспечивает интернет-торговлю, лежит в плане инфраструктуры магазина, да, то есть помимо того, что там хороший сайт, быстрый и удобный, заказы еще надо уметь обслужить, да, собрать, доставить, привезти, работать с рекламациями, обслуживать клиентов и так далее. Это все инфраструктурные вещи. Но в то же время большой кусок, скажем так, возможностей и потенциала для эффективной работы сосредоточены именно внутри интернет-проекта. Именно об этих возможностях мы сегодня с вами поговорим. Вообще, когда посетитель открывает интернет-магазин, у него есть определенные ожидания. Ну вот он пришел за каким-то товаром, перешел из поиска, или просто услышал где-то название магазина, или запомнил, что какой-то магазин занимается тем самым товаром, который его сейчас заинтересовал или нашел на Яндекс.Маркете и так далее. И вот он переходит на ваш интернет-магазин, и у него есть определенные ожидания, в которых желательно его не разочаровывать. Кажется, что визуальная привлекательность – это некий must-have для интернет-магазина. Понятно, что это очень вкусовщинная штука, то есть кому-то визуально привлекательным кажется одно, кому-то другое, кому-то действительно вообще не имеет никакого значения, как все это выглядит, лишь бы оно работало и была цена хорошая. Цена, безусловно, очень действенный фактор, но когда мы не можем конкурировать ценой, у нас должны быть возможности конкурировать еще и другими объектами, другими возможностями. Или сервисом, или в частности визуальной привлекательностью, которая в том числе порождает некую лояльность вашего покупателя и дает ему какую-то уверенность в том, что вы, если сделали свой магазин действительно качественно, красиво, хорошо, удобно, но это говорит о том, что вы серьезно подходите к своему бизнесу. У меня, например, вызывает опасение приобретать что-то в магазине, которое не представлено, например, на Яндекс.Маркете и не имеет каких-то отзывов, при этом ужасно выглядит с устаревшим дизайном или какими-то неработающими ссылками или еще чем-то, да, но при этом там даже очень хорошая цена. Ну, там, я для себя, там, как опытного покупателя в интернете, для меня это сразу, там, звоночки о том, что, скорее всего, там товара все равно не будет и даже более того, я наверняка не получу даже какого-то элементарного ответа на свой заказ. Ну, в общем, отношение к тому, как выглядит магазин, как он представлен, должно быть ответственным, и это действительно важно. Безусловно, как мы уже говорили, сейчас в зависимости, в связи с тем, что довольно большое количество различных устройств, да, для доступа в интернет, в том числе для совершения покупок, используется нашими покупателями, необходимо некоторая адаптированность, да, так это называется, адаптив для, собственно говоря, мобильных устройств. То есть сайт должен уметь работать хорошо, без потери функциональности, без потери визуальной привлекательности и так далее, на любом устройстве, с которым мы возошли. И опять же, зачастую в процессе выбора покупки, в процессе поиска товара или поиска магазина, где там лучшая цена, да, люди используют смартфон, потому что это удобно, потому что это можно... Сейчас в метро есть Wi-Fi, и можно пользоваться интернетом на достойной скорости. Честно сказать, давно там не было, но когда последний раз был, там была, ну, приличная скорость, нормально можно было работать. Я полагаю, что сейчас только ситуация улучшается, судя по тому, что пишут в новостях, там постоянно идет работа над доступом интернет в метро. В городском транспорте просто в пробке поиск товара за рулем, там, или в такой обстановке вполне допустимо, и это часто используется. И если в этом случае человек попадает на неадаптированный интернет-магазин, даже хорошая цена не позволит ему просто сосредоточиться и, там, используя, там, вот эти все свайпы для зума, для увеличения и так далее, воспользоваться вашим магазином, чтобы приобрести это просто элементарно неудобно. Конечно, он сделает выбор в пользу, там, другого магазина, который более хорошо обрабатывает мобильные устройства и работает с этим. Есть еще два, на мой взгляд, важных момента. Это скорость интернет-магазина, да, то есть он действительно должен работать быстро, скажем так, на комфортном уровне скорости для посетителей, независимо от того, опять же, с какого устройства он открыл, как он зашел. Про скорость тоже пару слов сегодня поговорим. И о персонализированном. Ну, вот это, на самом деле, понятие довольно широкое, и пользователи не всегда ожидают или прямо хотят, чтобы сайт был полностью под него конкретно персонализирован, но, однако, здесь есть и заложена довольно-таки существенная возможность для увеличения продаж. И это персонализация. Ну, в качестве решения всех этих задач мы предлагаем интернет-магазин на платформе 1SBitrix, и он, конечно, громко назван, вот так вот, образцово-показательный интернет-магазин, хотя, конечно, это все-таки типовое решение, на котором мы стараемся показать максимум возможностей, в том числе отображение на различных устройствах, в том числе возможности поиска товара, оформления заказа и так далее, SEO-различные возможности. Все, что наша платформа имеет в готовом виде, на этом магазине так или иначе реализовано. И это помогает, в общем, запускать интернет-магазины довольно быстро за счет того, что решение, в принципе, готово к старту. На этом я перейду, с вашего позволения, к непосредственной демонстрации. Дело в том, что для того, чтобы нам с вами посмотреть на это все не на слайдах, а как бы на реальном магазине и все это пощупать, посмотреть, как это работает, у меня установлена демо-версия на моем локальном компьютере, и мы, собственно говоря, по ней с вами и будем путешествовать. Как вы видите, мы, если вы вообще следите или пользуетесь нашим продуктом, видите, что мы довольно серьезно обновили сам внешний вид интернет-магазина. У нас появились разные очень вкусные возможности, там, и виджеты, подписи на рассылку, вставки видео в основные баннеры или слайдеры, возможности там и адаптивные с точки зрения отображения интернет-магазина на мобильных устройствах. И, например, можно это продемонстрировать с помощью вот даже простого браузера Chrome, то есть элементарная проверка на адаптированность производится просто изменением размера экрана, да, и мы уже видим, что магазин перестроился и выглядит несколько не так, как обычно. Ну, примерно так он будет выглядеть на экране мобильного телефона. Здесь уже появилось, по-другому работает меню, да, оно сместилось вот в эти вот три полосочки, это, в общем-то, общепринятый фокус с сворачиванием меню. У нас появляются все те же возможности путешествия по разделам, представления товаров, и, соответственно, мы видим и можем работать с интернет-магазином, в общем, вполне полноценно. При этом он будет меняться, адаптироваться в зависимости от того, какой размер экрана устройства нашего покупателя будет по-разному представлено, и появляются дополнительные какие-то элементы и визуальные, и функциональные для работы на экранах, которые побольше. В частности, если вы откроете этот сайт, например, там на телевизоре большом, да, где действительно широкий экран и высокое разрешение, вы, соответственно, увидите дополнительные элементы оформления. В частности, вот, как вы видите, появляются дополнительные тематические фоновые изображения, и это, в общем, добавляет некого интереса, жилости сайту, когда вы просматриваете это на действительно большом экране. И создается ощущение, что, ну, сайт действительно приспособлен для таких экранов, в общем, это нормально. Это пример, собственно говоря, адаптивной верстки и того, как она работает. Как вы видите, никаких дополнительных там версий сайта, мобильная, немобильная версия нет, просто специальный вид верстки, он так и называется, адаптивная верстка, которая позволяет сайту автоматически, мгновенно подстраиваться под размер экрана. То есть даже если вы просто меняете ориентацию своего устройства, вот вы взяли в руки планшет, если вы держите его горизонтально, у вас будет показан один вариант сайта, если вы повернули его вертикально, потому что вам так удобнее просматривать, да, вариант дизайн сайта может немножко измениться, чтобы подстроиться именно под эту ширину экрана. Вот, собственно говоря, такая фишка адаптивности. Мы, естественно, сделали демонстрационную версию нашего сайта адаптивной, и это нужно там, наверное, в первую очередь для того, чтобы основные компоненты нашего сайта, в частности вот компонент отображения товаров, каталога, да, поиск через фильтр и так далее, были максимально универсальными. То есть даже если вся ваша вот эта вот обвязка вокруг, фоны, менюшки, там, футер сайта, подвал и какие-то боковые элементы будут оформлены иначе, потому что вы решили нарисовать тебе свой собственный дизайн, и его тоже сверстали с условиями адаптивности, то вы смело сможете разместить внутри своего там внешнего вида наши компоненты со стандартным дизайном. Видите, они совершенно нейтральны, они на белом фоне, здесь нету никаких дополнительных каких-то оформляющих рюшечек, это означает, что, в принципе, в любой внешний вид сайта можно это встроить. Вот, кстати, в качестве хорошего примера сайт нашего продукт, вернее, не продукт-менеджера, а непосредственно его супруги, который занимается в Ленинграде тортиками, да, вот видите, это на самом деле стандартный шаблон с небольшими модификациями и изменениями. А так, в целом, если мы с вами пойдем в, собственно, каталог товаров здесь же, да, то мы увидим все примерно те же самые возможности, что мы видим и внутри обычного нашего стандартного магазина. Но при этом мы видим, что сайт, в общем-то, уже выглядит по-другому, и даже сходу-то не сказать, что он является стандартным шаблонным. Да, небольшие косметические изменения, и мы видим прекрасный сайт, который уже даже и не похож на какой-то стандартный. Однако такие вот возможности как раз и дает заранее готовые адаптивно сверстанные компоненты, все компоненты, каждый компонентик сайта под это дело специально сверстан. Вот. Давайте пробежимся быстренько по сайту для того, чтобы понять, какие основные возможности для наших покупателей он представляет с точки зрения поиска, подбора товаров и так далее. Буквально в нескольких словах мы видим, что у нас есть меню, и меню в том числе оснащено вот таким вот любопытным эффектом, да, при наведении на какой-то подпункт мы можем вводить картинку и целый текст для какого-то описания для того, чтобы пользователю было. Ну, во-первых, ощущение, что сайт с ним как-то взаимодействует, да, показывает ему подсказки, это просто удобно, красиво. В то же время не дает запутаться в пунктах меню. Иногда пункты меню называются не очень очевидны для всех подряд пользователей, особенно касается каких-то уникальных товаров. И, конечно, вот такие вот заметки и тематические картинки помогают быстрее сориентироваться в тексте, вообще в навигации по сайту. Мы видим, что у нас есть различные варианты подразделов, сами товары представлены, видите, сайт очень прекрасно реагирует на наведение на тот или иной товар, показывая сразу же там другие вариации фотографий. Опять же, это добавляет некоторого интерактива и, ну, наверное, чуть больше располагает к себе. У нас есть умный фильтр или параметрический фильтр, в котором пользователи уже давно привыкли, используют его для того, чтобы сузить параметры поиска. Сейчас в демомагазине товаров не очень много, но если бы здесь были сотни товаров в каком-то разделе каталога, ориентироваться в них было бы не очень удобно. И для этого, конечно же, предусмотрен параметрический фильтр. Можно определиться по цвету, по производителю, по цене, с помощью слайдера уменьшить там диапазон цены, в котором мы готовы рассматривать тот или иной товар. Мы сразу же видим моментальное изменение, что вот в эту цену только, извините, фиолетовые будут туфли, обувь только фиолетовая. Соответственно, можем понять, что у нас только один товар под этот параметр попадает, ну и сразу же его, собственно, продемонстрировать и показать. Когда мы меняем параметры фильтра, мы сразу видим, что меняются и другие характеристики, и это все фильтр выполняет автоматически, в зависимости, собственно, от наполнения вашего каталога. Никаких настроек дополнительных здесь не требуется, кроме определения, какие же свойства сюда выводятся для фильтрации. В частности, видите, здесь выведен целый ряд свойств по производителю, по материалу. Если я, например, выберу кожу, я вижу, что будет только два товара кожаных, и вот варианты цветов этих товаров, и все это очень быстро и доступно. Даже видно сразу, в каком диапазоне цены примерно будут находиться эти товары. Все, сразу фильтр это показывает, это очень удобно. Также этот фильтр хорош тем, что он подстраивается под различные разделы, то есть в зависимости от того, в какой раздел я попал, здесь будут разные характеристики. В частности, вот я в штанах, и, естественно, размер обуви здесь уже не имеет никакого значения, здесь уже будет размер одежды, и фильтр автоматически это подберет. Если я выберу какой-то из цветов, то, соответственно, у меня появится возможность выбрать все товары с содержанием этого цвета. Это поиск с помощью параметров. Также, конечно же, есть и поиск по какому-то ключевому слову. Если я начну набирать какое-то слово, то эта строка поиска сразу же мне подскажет, какие варианты есть в каталоге, связанные с тем, что я набрал. Прекрасные штаны, жизнь в абстракции, мне кажется, название шикарным, как минимум шикарным. И мы попадаем сразу в карточку товара, потому что нашли тот или иной товар. Примерно то, что и искали. Посмотрим на карточку немножко детальнее. Так, я вижу, что есть комментарии даже. Андрей говорит, что поиск лучше убрать в меню. Ну, возможно, хотя, мне кажется, это вариант спорный. Люди, в общем, привыкли, что строка поиска обычно в пешей доступности. То есть никуда кликать для этого не надо. Тут вопрос вкусов или возможностей. Итак, карточка товара. В целом мы здесь видим, наверное, максимальное количество всяких фишек и возможностей. Да, у нас есть галерея фотографий. У нас есть отметки там о применяемых скидках. Есть варианты выбора цветов, размеров. И для каждого цвета и размера может быть своя галерея фотографий. Ну, в случае с одеждой там это может быть не так актуально, да, потому что, в общем, разного размера вещи выглядят примерно одинаково. Но в случае, например, мебели или каких-то других товаров, где размер имеет значение, да, и влияет на внешний вид, это будет очень полезно. Да, в разных цветах и разных размерах у вас есть возможность загрузить там большое количество фотографий для представления, так сказать, товара лицом. Есть вот такой блочок, мы его называем бренды. На самом деле это просто некие информационные таблички, лейблики, которые можно использовать для различного рода донесения информации различного рода. Информация о бренде, например, и какая компания производит именно этот бренд. Информация там о доставке, видите, возможности примерки, службы поддержки и так далее. То есть целый ряд каких-то микроинформационных булачков вы можете здесь использовать для вывода на карточку товара. Конечно, цена и всевозможные вариации предоставления экономии, старые цены, скидки, цены со скидкой. И вот, как видите, экономия в 189 рублей 90 копеек. Конечно, это все работает на продажу. Общая цена, если я начну набирать здесь товаров в корзину в большом количестве, общая стоимость мне видна сразу. Видна сразу там цена за конкретную штуку. Я могу ознакомиться с описанием и посмотреть комментарии или добавить комментарии с помощью плагинов различных, Facebook или просто комментарии как бы местные на сайте для того, чтобы там показать, что-то спросить или просто высказать свой восторг об этом товаре или об этом сайте. И вот этот блок персональных рекомендаций, который по страшным математическим алгоритмам определяет, что же действительно меня интересует. Да, ну я тут на локальном своей установке, на моем локальном компьютере не очень показательный посетитель, и поэтому мне почему-то он предлагает штаны и жизнь в абстракции. На самом деле этот блок может работать по разным совершенно алгоритмам, и мы о нем еще детальнее поговорим. Это как раз та самая персонализация, которая может быть доступна в вашем интернет-магазине и помогает увеличивать продажи или увеличивать средний чек интернет-магазина без дополнительных усилий. То есть он просто считает, по своему мнению, по схожести интересов вашего текущего, каждого конкретного покупателя и предлагает ему товары из вашего каталога, которые, по мнению этого сервиса, этому человеку интересны. Так, ну давайте мы совершим какую-нибудь покупку. У меня, например, кончились белые футболки, и я бы, наверное, приобрел футболку. Жалко, что мне ее не доставят из этого магазина. Ну, мы попали с вами в корзину, и, соответственно, можем здесь менять параметры нашего заказа, определиться с размерами, с цветами, если вдруг не определились заранее, изменить количество. Видите, корзина пересчитывается мгновенно. Пожалуй, шести футболок мне хватит. Я могу отложить какой-то товар, если мне сейчас нет возможности или желания его покупать. У меня тогда появится в корзине заказочка «Отложенные». Здесь будут отложенные товары, здесь готовы их к заказу. Соответственно, вернуть их обратно, и система будет помнить, насколько хранит сессию браузер пользователя, всю эту историю. Если он заавторизован, то, соответственно, будет храниться сильно дольше. Есть возможность ввести некий купон для скидки. А в случае для владельца интернет-магазина, это значит, что есть возможность генерации различных купонов, ну и, соответственно, какого-то маркетинга офлайн, да, там, развешивание плакатов по городу с купоном «Скидка-21» или использование каких-то других средств продвижения, баннеры, вернее, эти самые, как называется, листовочки, календарики с промо-кодом, раздающиеся у метро, ну и так далее. То есть вариантов перенести свою акцию из онлайна в офлайн, да, и тем самым привлечь к себе покупателей, раздавая им некоторые купончики. Они их смогут применить вот здесь, в корзине, и, соответственно, получить какую-то дополнительную скидку. Так, я вижу сейчас один из вопросов по поводу персональных рекомендаций. У Екатерины не удалось установить, специалисты компании пытались, тут надо в техподдержку. Вы знаете, ну да, конечно, обратиться в техподдержку было бы самым логичным, потому что если что-то не получается, обычно техподдержка с этим поможет. Однако я не вижу там проблемы в установке этого блока. Возможно, мы сейчас, если будет время позволять, успеем на это посмотреть, как это происходит. Так, ну что же, оформление заказа. Как вы видите, я уже авторизованный пользователь, поэтому система меня вспомнила, заполнила там основную часть данных обо мне. Я вижу, какие у меня товары, выбираю способы доставки, выбираю способы оплаты, какие-то дополнительные данные. Собственно, мой заказ, так, телефон, давайте проверим, что у меня тут с телефоном. У меня не работан, не указан, оказывается, телефон и адрес доставки. Так, давайте вот так сделаем. Все, это мы сохранили, заказ можно оформлять. У нас, кстати, обновлена форма заказа, и она теперь работает еще удобнее, еще быстрее и стала еще более гибкой с точки зрения настроек дополнительных полей или сокращения полей и так далее. Ну что ж, заказ оформлен, но он у меня появился в моем персональном разделе как пользователя интернет-магазина. Меня зарегистрировали, у меня есть, соответственно, логин, пароль, который там отправлен со строкой для входа на электронную почту. Я вижу свои заказы, могу там на них как-то повлиять. В частности, заказ принят, не оплачен, значит, его еще можно отменить. Давайте я отменю вот этот старый заказ. Причина, просто так отменю. Вы, соответственно, с этими причинами впоследствии сможете работать. Ну а этот заказ у меня, в общем-то, ожидает оплаты. Я могу перейти в подробную карточку и посмотреть о заказе уже детальнее. В данный момент у меня не выбрана онлайн-оплата, да, выбрана оплата наличными курьеру, соответственно, я онлайн оплатить ничего не могу. Если бы я в процессе заказа выбрал онлайн-оплату, у меня были бы, соответственно, ссылочки на переход к оплате этого товара. Ну вот, собственно, так примерно это и происходит. О каждом изменении статуса заказа, конечно же, система будет уведомлять нашего покупателя по e-mail или каким-то другим средствам связи. С помощью наших магазинов, приложений можно подключать SMS-рассылки или какие-то другие истории. В общем, это все гибко и настраиваемо. Ну и, конечно, подключаются любые платежные системы и системы логистические для того, чтобы отслеживать состояние доставки и вообще позволять покупателю работать и понимать, где что происходит. Администратору магазина быстрее справляться с оформлением заказа и отправкой через логистическую компанию. Итак, наверное, пришло время немножко перейти в административную часть и посмотреть на то, как мы будем с сайтом работать изнутри и какие инструменты вообще дает нам система для работы с сайтом. На самом деле инструментов так много, что обо всех о них, наверное, рассказать в рамках часового вебинара довольно тяжело. У нас сегодня вебинар такой обзорный, и углубляться в конкретные детали возможности нет. Однако, если вас интересуют какие-то конкретные моменты, есть два способа пытаться спросить меня сейчас, и я, если время позволит, немножко углублюсь в тему. Второй вариант – у нас проводится серия вебинаров, более подробных и более детальных. Они называются, по-моему, «Интернет-магазин за шесть часов». Обычно это три подряд вебинара идут с разницей в неделю, и разные коллеги, в том числе я, мы показываем разработку, вернее, запуск, настройку интернет-магазина очень детально по всем этапам. Сейчас нам с вами хорошо бы пробежаться по основным, наверное, маркетинговым инструментам, которые позволяют сделать наш магазин эффективнее, но прежде чем перейти к ним, я хотел бы показать вам вот такую штуку. Она называется «Мастер-магазин». Когда вы начинаете свой бизнес, или если, допустим, ваш интернет-магазин уже работает, но ранее вы этот мастер не проходили, я очень рекомендую сюда заглянуть и проверить настройки своего магазина. Что делает эта штука? Эта штука позволяет вам проверить или пройти так называемый чек-лист запуска и поддержки интернет-магазина и его развития. Ну, давайте посмотрим. Это на самом деле целый список заданий именно в виде чек-листа. Есть общий прогресс выполнения этих заданий. Зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы убедиться, что все основные настройки платформы, а их там, как вы видите, очень много, выполнены, и вас не ожидают какие-то подводные камни в процессе эксплуатации, потому что бывает, что забыли настроить единицы измерений, не донастроили типов плательщиков, и в итоге в процессе эксплуатации возникают уже какие-то нештатные ситуации, когда вашим покупателям приходится обращаться в вашу поддержку, поддержка начинает разбираться, а что вдруг пошло не так, а почему можно вот это, а вот это нельзя. И зачастую непрохождение основных настроек не позволяет вам полноценно использовать платформу, потому что платформа очень многофункциональна. Она решает очень большое количество задач, делает это очень хорошо, быстро, и во многом впереди всех конкурентов. Но вот просто невыполнение элементарных настроек, но это просто не позволяет пользоваться всеми преимуществами платформы. Ну, давайте посмотрим, как вообще происходит такая настройка. Ну, вот, допустим, мы с вами в единице измерений решим зайти для того, чтобы настроить. Мы, нас этот мастер сразу же адресует в блок единицы измерений, в настройке, видите, там довольно глубоко, в магазин, в настройке единицы измерений. И здесь мы видим единицы измерений, доступные на нашем магазине. Мы видим базовую единицу измерения. Это штука, да, и она будет использоваться по умолчанию. Сейчас она здесь. Мы можем ее, допустим, отредактировать и решить, что она будет не штука, ну, как-то иначе. Какие-то другие параметры можно здесь давать. Можно добавлять свои собственные единицы измерений, если они не классифицируются. Можно использовать классификатор единиц измерения, в частности, международные единицы измерения, и, соответственно, добавить их к себе в, вот, например, мегаметры. Добавим к себе в список единиц измерений, у нас появятся мегаметры. При этом, естественно, мегаметр сразу начинает работать, конвертировать метры и другие единицы измерения расстояния в мегаметры автоматически. И в какой-то момент мы поняли, что с единицами измерений у нас все окей, все работает как надо. Мы убедились, что с настройками все в порядке. Можем нажать «Задание выполнено», тем самым сообщив мастеру настройки интернет-магазина, что этот пункт решен. Он как бы выполнен, все окей. В случае, когда мы работаем с каким-то не очень понятным нам настройками, да, типа платильщиков, ну, вроде, да, типа платильщиков физическое, юридическое. С юридическим мы не работаем, но можно их, например, отключить, если они не нужны, да, чтобы не позволять юрлицам оформлять заказ. Можем снять активность, да, и, собственно говоря, отключить эту функцию. Но если нам что-то непонятно, здесь же есть ссылка на документацию. Переход, собственно говоря, по документации. Мы увидим, что это такое за типы платильщиков, зачем они нужны. И ссылочка на урок уже нашего обучающего курса по работе именно с этим разделом. И здесь описаны все детали взаимодействия, собственно говоря, с этими типами платильщиков и как с ними быть. Это уже большой-большой курс. Как видите, здесь огромное количество разделов. Здесь можно ознакомиться с теми или иными технологиями и как с ними, собственно говоря, работать. Ну что ж, здесь у нас все выполнено. Я также подтверждаю выполнение, возвращаюсь в мастер и вижу очередную галочку. Видите, у меня 4% выполнено здесь, 7% здесь и так далее. Вот такой простой проход по основным настройкам системы. Достижение как бы стопроцентной выполненности позволит вам быть уверенными, что интернет-магазин на Bitrix работает хорошо, что все, что нужно, настроено, и вы можете спокойно продолжать работу с ним и развивать. Дальше будут другие моменты, да, то есть какие-то акционные вещи, работа с заказами там и так далее. То есть подключение персонализации. То же самое будет касаться устойчивости интернет-магазина, с какой скоростью работает, настроена ли проактивная защита и так далее. То есть целый ряд чек-листов, которые позволяют вам не заблудиться в настройках, и выполнить все по порядку и быть уверенным, что с магазином все окей. Это мастер интернет-магазина, и он упрощает настройки платформы. Так, ну, наверное, сейчас особо углубляться в работу с контентом я не буду. Я лишь покажу, что на самом деле работа с товарами, товарными предложениями и структурированием каталога, взаимодействие с товарным каталогом, на самом деле довольно простое. Вот у нас есть карточка редактирования, например, конкретного товара. Это вот штаны полосатый рейс. Вот те самые бренды, которые я вам рассказывал. Здесь выбор, какие именно должны выводиться, и нужно ли их выводить еще. Различные статусы, свойства и так далее. Описание, подробное описание, картинки загруженные. И, конечно же, торговые предложения. Те самые возможности одного и того же товара в разных размерах и разных цветах. И вот мое любимое место, где можно продемонстрировать гибкость интерфейса, административной части, это вот товарные предложения. Знаете, почему-то по умолчанию наши разработчики не включили в этот список. Вот сейчас непонятно, чем одни штаны полосатый рейс отличаются от других. Здесь есть совершенно неинтересные пользователи в айдишнике. Сортировка тоже везде одинаковая. Зачем они нужны, непонятно. В то же время ключевые моменты, например, цена и отличия здесь не отображены. Так вот, эти табличные формы настраиваются очень легко. Вот есть такая шестеренка и настройка, и мы можем убрать, например, отсюда сортировку, потому что она нам там совершенно не нужна. И можем добавить сюда какие-то... Ой-ой, что-то у меня тут... Все, секундочку. Что-то у меня тут все заглючило. Так, размеры одежды... Что-то не пойму, почему он мне не дает... Устанавливать он мне не дает работать. Сейчас попробуем все сбросить. Вот так всегда, когда хочешь показать какую-нибудь клевую фишку, что-нибудь обязательно сбойнет. На локальном компьютере, к сожалению, это вот частая история. Не дает он мне установить, менять настройки. Наверное, у меня запрещены какие-то права. Ладно, не буду сейчас на этом затормаживаться, потому что время и так ограничено. Сейчас мы посмотрим это на другом месте. Наверное, здесь не будет работать нормально. Нет, здесь тоже не работает. Что-то сломалось в моем битриксе. Ну да ладно. В отношении любой табличной формы возможны настройки, какие колонки здесь выводятся, сортировку по каким колонкам производятся в этом месте, и, соответственно, может там удобно под себя настроить каждую табличную форму и, более того, каждый пользователь. То есть если у вас несколько контент-менеджеров, они могут работать с этими интерфейсами по-своему. Точно так же работают, например, уникальные фильтры. То есть вы можете фильтровать товары для того, чтобы работать с ними внутри админки, выбирая различные свойства, по которым вам нужно это фильтровать для того, чтобы с этим работать. Например, нужно там все лидеры продаж отобрать, вы, соответственно, можете выбрать именно лидера продаж по тому или иному разделу каталога или по всему каталогу в целом. Можно также управлять деревом каталогов, соответственно, определять, какие папки, в каких папках какие товары и так далее. И со всеми товарами можно точно так же работать снаружи. То есть, грубо говоря, если мы перешли в какой-то из разделов, можно включить режим правки и здесь в таком режиме работать с товаром. То есть я навожу на товар, у меня появляется контекстное меню, я могу, соответственно, с этим товаром работать. Вот у меня изменение товара. Мне откроется соответствующая та же самая форма, где я смогу изменить что-либо по товару, описание, картинки дозагрузить, переложить его в другой товар или вывести, изменить цены, если это нужно сделать оперативно. Это что касается вообще работы с каталогом. Но на самом деле каталогом одним это не ограничивается. Естественно, система должна предоставлять вам возможности понимать, какова эффективность интернет-магазина и, собственно говоря, предоставлять инструменты для ее улучшения. И для этого есть целый ряд инструментов. Итак, это пульс конверсии. Что такое пульс конверсии? Это простой отчет, который показывает, какова конверсия в динамике вашего интернет-магазина. Считается она по нескольким показателям. Сейчас она у нас из источников, откуда к нам пришли. Соответственно, мы видим почтовые рассылки, контекстная реклама, органический трафик и какой-то прочий трафик. То есть откуда пришли покупатели. И здесь, соответственно, будет показано, на какую сумму купили покупатели с этого канала и какая конверсия в итоге по этому каналу есть. Но поскольку у меня магазин тестовый, на нем, к сожалению, сплошные нули, но в целом у меня где-то был, наверное, скриншотик. Вот, да, есть такой скриншотик, который показывает, покажет вам красиво графики в динамике вашей конверсии по каналам, по конверсии детально по каждому из конкретному каналу и, соответственно, ой-ой, убежала. Да что такое? Вот. Это в суммах, в деньгах, в количествах, в процентах и в среднюю конверсию по интернет-магазину. Также эта система может не только по источникам, но еще и устройства, то есть замерять конверсию с различных устройств. Сможем переключить, это будут планшеты, смартфоны, десктопы, ну или какие-то другие устройства и будет показывать как бы динамику конверсии в каждом конкретном типе устройств ваших покупателей, которые приходят к вам в магазин. Можно формировать конверсию по разным совершенно типам, например, можно посчитать конверсию добавленных в корзину, в оплаченных заказах или просто оформленных заказах. Соответственно, можете выбирать, что будет являться итоговой точкой для подсчета конверсии, ключевым действием. При этом это отчет довольно гибкий, то есть его с помощью вашего интегратора, который занимается поддержкой вашего сайта, разработчику можно дорабатывать, добавлять сюда дополнительные какие-то устройства, дополнительные каналы, дополнительные ключевые действия, то есть в случае, например, если у вас не очень-то магазин, там не очень-то оформляют заказы, конверсию все равно можно считать, просто это будет другое целевое действие. Окей, мы конверсию магазина знаем, но что делать дальше, как ее улучшить? И целый ряд инструментов, во-первых, надо понять, а нужно ли улучшать конверсию? Возможно, имеет смысл работать не с конверсией, а, например, с какими-то другими факторами дохода магазина, например, со средним чеком или какими-то другими деталями или просто увеличением количества заказов. Это не конверсион. И для этого есть инструмент для того, чтобы понять вообще, что делать дальше, что будет наиболее эффективным, это инструмент бизнес-модель интернет-магазина. Называется модель окупаемости, и вот такой инструмент, тоже отчет, который показывает, собственно говоря, что происходит с точки зрения бизнеса интернет-магазина. Опять же, к сожалению, на моем демо-магазине данных мало, а мы с вами посмотрим на этот небольшой скриншотик, который показывает реальные цифры какого-то магазина. То есть мы с вами видим, что у нас есть некий валовый доход, есть рекламный бюджет, есть какие-то расходы, и мы понимаем, что есть какая-то условная прибыль интернет-магазина. Она зависит от разных совершенно расходов и доходов разных показателей. При этом мы видим как бы текущую ситуацию, у нас есть конверсия, есть средний чек, есть количество, стоимость затрат на каждый конкретный заказ, то есть по модели CPA, есть окупаемость, то есть показатели возврата инвестиций, которые вы делаете в продвижении интернет-магазина и так далее. Вы определяете рекламный бюджет. Это хорошо, это фактические данные, но как ответить на вопрос, а что делать дальше, какое из направлений развития интернет-магазина наиболее эффективным будет. Для этого есть режим прогнозирования. Если мы с вами переключим вот здесь вот в режим прогноза, то некоторые моменты, некоторые поля здесь станут редактируемыми. То есть мы можем определить, что будет, если мы вместо там 10 тысяч рублей начнем тратить 100 тысяч рублей. Мы прикидываем, сколько стоит там один переход. Эту информацию предоставляет площадка рекламная. Мы прикидываем, что у нас там, имеет ли смысл нам, например, работать с конверсией. У нас там есть конверсия, у нас есть средний чек. Эти данные мы можем как-то поменять. Можем влиять, допустим, на оценку товаров, сюда внести в качестве расходов зарплату какого-нибудь менеджера и, соответственно, примерно прикидывать модель своего магазина. То есть какие параметры имеет смысл поменять? Ну, допустим, при рекламе в 100 тысяч рублей, при цене перехода в 6 рублей мы получаем стоимость заказа 230 рублей, при среднем чеке 1600. Ну, в принципе, кажется, что модель такая неплохая при конверсии 2,6. Что будет, если мы там средний чек теми или иными способами увеличим на 100 рублей? Мы увеличим там эффективность своего магазина на определенное количество тысяч рублей дохода. Или, например, если мы возьмем и увеличим конверсию, то есть мы сразу увеличиваем еще раз стоимость доходность. Возможно, в каких-то случаях, например, вы решите, о, я могу потратить больше денег на рекламную кампанию. Однако большие затраты на рекламную кампанию обычно складываются с увеличением стоимости за переход. Да, и, например, при небольшой конверсии интернет-магазина и там низком-среднем чеке мы можем получать очень плохие показатели в затратах. В результатах интернет-магазина есть ситуации, когда можно вообще уйти в минус, просто спрогнозировав себе какие-то расходы по рекламным кампаниям. И эта модель, она, в общем, показывает на основе ваших текущих данных, на основе тех данных, которые вы хотите, возможно, или думаете поменять, некую рентабельность интернет-магазина. Она, конечно, условна, потому что здесь могут не учитываться определенные расходы, но это уже детали, которые вы знаете лучше нас, и нам тут сложно будет их использовать. В целом мы позволяем вам давать, вводить свои поля по расходам, по наценкам на товары и так далее. Тем самым получается некоторая модель стратегии развития вашего интернет-магазина. Ну окей, допустим, мы с вами запустились, выбрали стратегию продвижения, и теперь нам нужно понимать, работать, например, над конверсией интернет-магазина. Приняли решение, что сейчас у нас все хорошо с рекламным бюджетом, у нас нормально с ценой за переход, стоимость заказа нас устраивает, но нам нужно работать с конверсией, она низкая. И увеличение конверсии нам дает, собственно говоря, выход на тот уровень окупаемости, на тот уровень дохода, который мы ожидаем. И, соответственно, нам нужно понять, что делать с конверсией. Есть несколько путей работы с конверсией. Первый путь – это, собственно говоря, посмотреть на внутренние факторы интернет-магазина. То есть что в интернет-магазине может снижать конверсию. Например, неудобства или какие-то индивидуальные предпочтения целевой аудитории. Например, вот у меня интернет-магазин с зеленой цветовой схемой. У меня зеленые вот эти штуки, зеленые кнопки и так далее. Возможно, по каким-то причинам ваша целевая аудитория терпеть не может зеленый цвет. Ну, бывает такое. Я сейчас, конечно, утрирую, но, по сути, вы решили что-то поменять в интернет-магазине. Цветовую гамму, дизайн главной страницы, убрать оттуда, например, какой-нибудь баннер большой, а заполнить его товарами топ-продаж. Вы решили показывать не три товара в колонке, вот так вот, да, в одной строке, а пять, потому что тогда больше влезет на страницу. И, возможно, это повлияет на конверсию и так далее. Гипотез может быть довольно большое количество. Для того, чтобы проверить эту гипотезу, любую гипотезу, любой ваш эксперимент, который вы направили на увеличение конверсии, проверить его не на всех сразу, да, рискуя, скажем так, потерять доход в процессе эксперимента, потому что, возможно, вы не правы, да, возможно, вы предположили что-то, что на самом деле отрицательно повлияет на конверсию. Для того, чтобы проверять такие гипотезы, есть инструмент АБ-тестирования. Что такое АБ-тест? АБ-тест – это возможность взять ваших всех посетителей и поделить их на две части. То есть, грубо говоря, к вам приходит 100 человек в день. Вы берете от 100 человек в день, 10 человек отрезаете и говорите, вот этим 10 людям, на этих 10 людях будем проверять гипотезы. Это означает, что только для 10% трафика вашего вы на этих 10% экспериментируете. Вы готовы потерять на них, но это несущественные потери для интернет-магазина. Эти 10% мы делим еще раз пополам. Это будет группа А и группа Б. И этим группам показываем разные варианты. Разные варианты чего? Ну, собственно говоря, мы видим разные варианты, чего мы можем показывать. Например, новый дизайн или другая главная страница. Изменения в карточке товара – одна из самых, наверное, таких ключевых страниц. Мы можем запустить некий тест и определиться, собственно говоря, что будет делать, какие варианты страницы будут показывать. То есть мы будем показывать путь к новой страничке. То есть мы укажем, что здесь у нас детальная карточка товара. Можем указать путь к детальной карточке товара. Там у нас какой-то определенный путь к новой страничке, где будет подключаться новый шаблон детальной карточки и так далее. Тем самым мы получим некоторую возможность показывать своим покупателям, посетителям разные типы тестов. Так, сейчас я тут не нажал самое главное. Да, вот я сейчас его запустил. И, собственно говоря, теперь моим покупателям показываются две разные карточки. Но у меня двух разных карточек нету, поэтому здесь это не будет заметно. Но в целом мы с вами увидим отчет по тому или иному изменению. Да, и мы увидим, что мы с вами 10% трафика. Но вот у меня сейчас, видите, отчет не показывается, потому что нету статистической значимости. То есть, грубо говоря, недостаточно людей. Прошло, попробовало и недостаточно данных для подсчета конверсий. Мы с вами увидим, что разные карточки по-разному конвертируют. Мы увидим конверсию каждого из вариантов. Увидим конверсию более детальную. Сколько в корзину добавила, сколько оформила, сколько в итоге оплатила. Да, и мы сможем принять решение о выборе того или иного варианта. При этом мы рискуем не всем нашим трафиком, хотя вы, в принципе, можете выбрать в рамках теста и весь трафик. Все 100% ваших посетителей поделить на две группы и показывать им разные варианты. Ведь можно вплоть до полного изменения дизайна. То есть, если вы в какой-то момент решили поменять дизайн всего сайта и боитесь делать это вот так сразу, то можно использовать АБ-тест для того, чтобы на своей аудитории потестировать. На части аудитории это потестировать. Таким образом, у вас получается большое поле для экспериментов. А, пожалуй, именно эксперименты... Ну, нету волшебной кнопки, как сделать идеальный магазин. Нету книжки, в которой написано, как сделать идеальный магазин. Поэтому все оптимальнейшие и самые эффективные решения обычно находятся именно в формате экспериментов. Поэтому экспериментируйте, запускайте АБ-тесты, проверяйте свои гипотезы и делайте это с небольшим риском для себя. Также помимо внутренних факторов и работы с внешним видом или какими-то функциональными вещами, которые доступны покупателям, есть варианты возвращения покупателей и каких-то другой работы, например, со средним чеком. Вот один из вариантов работы со средним чеком – это та самая персонализация. Вот у меня есть блок персональных рекомендаций, который сейчас каким-то образом по какому-то алгоритму показывает мне товары. Если я выберу настройки этого блока персональных рекомендаций, то я увижу типы рекомендаций. Я могу здесь, собственно говоря, выбирать различные алгоритмы, по которым этот блок будет показывать товары. В данном случае я нахожусь в категории и, соответственно, я могу, например, выбрать там продаваемые, похожие, просматриваемые товары. Персональная рекомендация – это будет по мнению нашего сервиса. Если бы разместить этот блок, например, в карточке товаров, то можно автоматом вводить продаваемые с этим товаром, похожие на этот товар или просматриваемые с этим товаром, либо какой-то микс из всех типов товаров, которые там с этим товаром, например, просматривают. Зачем это вообще нужно? Это нужно для того, чтобы снять нагрузку с контент-менеджеров, которые начинают устанавливать связи, а вот этот товар с этим товаром покупают, или вот мы хотим рекомендовать вот этот с этим и так далее. Система может автоматически по тем или иным алгоритмам подсовывать в карточку товара другие товары, например, с этим товаром покупают. Тогда система автоматом подберет на основе своих математических алгоритмов, на основе интересов пользователей, схожести этих интересов, насчет того, что вообще в интернете принято, например, с телефоном продавать чехол или зарядку или какой-то дополнительный аккумулятор, ну и так далее, и будет автоматически выставлять вам эти предложения в карточке товаров. Ну или, например, персональные рекомендации имеет смысл размещать на главной странице или на странице какого-то раздела для того, чтобы система в зависимости от схожести этого пользователя, который сюда пришел, порекомендовала ему тот или иной товар из вашего каталога. При этом эта штука персональных рекомендаций, она работает не на стороне вашего сервера. Все эти сложные математические расчеты и подбор персональных предложений происходит в нашем облачном сервисе, соответственно, никак не нагружает ваш сервер сложными расчетами, а просто под каждого конкретного посетителя выдает автоматически, по мнению системы, какую-то рекомендацию. При этом эта рекомендация показывает весьма неплохую статистику. Мы, естественно, постоянно работаем над тем, чтобы рекомендации были более актуальными, более релевантными в каждом конкретном случае, дорабатываем алгоритмы и, конечно, следим за конверсией и за увеличением продаж. Так вот, в многих уже случаях увеличение продаж, то есть продаж через именно блок персональной рекомендации, достигает выше 10-20%. Есть даже рекордсмены, почти под 40% увеличение продаж происходит из-за модуля персональных рекомендаций. Все зависит от сферы, конечно, но в целом это простой очень способ просто взять, включить, и оно просто увеличивает продажи. Вроде здорово. При этом вы всегда увидите, какие заказы были выполнены с помощью модуля персонализации. Вот в разделе заказа у вас есть вот такой блочок, который показывает, что виджет включен, персонализация у меня сейчас работает, но ни одного заказа пока по персонализации нет, и, соответственно, сумма продаж не показана. Но как только у вас пойдут заказы с персонализацией, вот такой вот значочек будет появляться у каждого заказа, выполненного через этот блок, и появится некая сводка о том, сколько заказов было сделано с помощью вот этого блока. Ну и вы поймете, эффективно он работает или нет. Это что касается внутренней истории. Также, естественно, система представляет огромные возможности по скидкам, то есть это разный товарный маркетинг, правила работы с корзиной, в зависимости от того, что туда положили, какие товары можно с какими там давать скидку, какие там повлияют на стоимость доставки, а какие нет, ну и так далее. Целый набор различных правил работы с корзиной. То же самое касается правил применения скидок на товар. То есть, например, у меня вот здесь есть скидка на нижнее белье, сейчас заведена по умолчанию эта скидка, и у нее есть там определенные условия. Эти условия вы можете быстро с помощью конструктора набирать, определяя, что вот в данном случае у меня к разделу нижнее белье применяется скидка с условиями в 10%. По времени никак не ограничено, и, собственно, применяется по всему магазину всегда. Я могу эти условия менять, добавлять сюда какие-то дополнительные, например, если мне недостаточно только раздела, я могу сказать, что, например, еще и цвет должен быть каким-то определенным. Например, только на белое белье будет применяться скидка, и, соответственно, конструктор применяет эту скидку, и она изменится в целом на сайте. Также доступны различные программы лояльности, накопительные скидки и так далее. Это касается товарного маркетинга и возможности продаж. Еще один инструмент, собственно, увеличения продаж интернет-магазина – это e-mail маркетинг. И продукт также оснащен большими и серьезными инструментами e-mail маркетинга, возможность создания простых рассылок, то есть мы можем создавать рассылки и отправлять их по какому-то расписанию для наших покупателей. Мы сами определяем, каким группам покупателей, и можем формировать эти группы по тем или иным признакам, отправлять ту или иную рассылку. И также можем сформировать так называемые триггерные рассылки. Вот давайте посмотрим сейчас быстренько, как выглядит редактор работы с обычной рассылкой. Вот, собственно, шаблон сообщения, и мы можем использовать визуальный редактор. Вот, например, вид письма, который будет отправлен нашим покупателям по тому или иному сценарию рассылки. Можем быстро формировать вот эти блоки, можем использовать различные компоненты, в частности, использовать имя покупателя и так далее, и целый ряд там различных блоков для оформления, а также, что, наверное, важно, можем вставлять сюда различные моменты из магазина, например, корзина, например, там персональный раздел, то есть доступ к данным из персонального раздела, и, например, даже генерацию некоторого купона для того, чтобы в письме отправить индивидуальные купоны на скидку или какие-то, ну или там спецпредложения, прямо включив его в тело письма, и оно будет уникально для каждого покупателя. Это обычные рассылки, вы выбираете расписание, оно будет отправляться либо вручную, либо по какому-то другому сценарию. Например, там ежедневная рассылка каких-то новинок может срабатывать и так далее. Естественно, по каждой рассылке вы будете видеть статистику выпусков, но, к сожалению, у меня в моем магазине нету статистики, рассылки не отправляются. Но есть еще триггерные рассылки. А триггерные рассылки – это история гораздо более интересная с точки зрения автоматизации, опять же, работы. Что такое триггер? Триггер – это некое событие, которое происходит на вашем сайте, то есть условия запуска рассылки. Ну, допустим, вы решили вернуть ваших покупателей, которые не были у вас в течение какого-то времени на сайте. Ну, вот у меня есть созданная заранее рассылка, мы сейчас по ней пробежимся. Вот у меня есть условие – давно не заходил на сайт. В 17 часов вечера не заходил более 30 дней. То есть для каждого пользователя, который был на вашем сайте больше 30 дней назад, запустится, вот именно эта рассылка, и она будет персональнее для каждого конкретного покупателя. Достижение цели, то есть мы определяем, чего, собственно, хотим добиться от пользователя. Мы можем в качестве очень простого, типа, заход на сайт, то есть если человек просто вернулся на сайт, уже достаточно, больше его мучить не нужно. А дальше происходит рассылка, собственно, работа с письмами. То есть какие письма мы хотим отправлять. В данном случае вот именно в этой рассылке у меня 4 письма. 4 письма, которые будут стартовать каждый день. То есть, грубо говоря, вот произошло событие, 30 дней не заходил на сайт, человеку отправляется письмо. Можем посмотреть на это письмо, используя визуальный редактор. Вот, собственно говоря, это письмо. Ну, вот там я почтовый робот, бла-бла-бла. Тут такая шуточная рассылка, шуточные тексты, в которых мы пытаемся человека вернуть в наш магазин, чтобы он там посмотрел, может быть, что-то новое. Потом будет там следующее письмо. Да, сейчас включу визуальный редактор, чтобы было интересней. Вот, собственно говоря, вы еще можете спасти мою семью. Ну и так далее. Он пытается всячески человека вернуть. Если человек все еще не зашел на сайт, ему еще через день придет третье письмо, но уже с купоном, например, на какую-то скидку. Да, то есть, видите, он пишет, что, типа, я тут выбил для вас скидку и так далее. Ну и, собственно говоря, если он в итоге даже на скидку не пришел, то последнее письмо, в котором будет написано, ну все, типа, нас всех разобрали. Извините, спасибо вам, что вы не зашли на сайт. Ну и так далее. То есть могут выдумываться какие-то дополнительные способы вернуть человека, отреагировать на его какое-то событие. Там в корзину положил, но ушел. Заказ отменил. Соответственно, можно попробовать его там каким-то образом вернуть. И вот эти триггеры, то есть события, которые происходят на сайте, и которые стартанут цепочку писем с каким-то показателем выхода из этой рассылки, да, в данном случае вот я выбирал показатель, это возврат на сайт, может быть, с показателем выхода оформления конкретного заказа. То есть пока он заказ не оформит, письма из этой рассылки будут приходить. Ну и так далее. То есть вы можете сами определять и выбирать. Естественно, опять же, и по триггерным рассылкам также будет аналитика, статистика по тому, что пришло, что ушло и так далее. Ну, да, я вижу, один из самых популярных вопросов мне сейчас задают. В Gmail часто рассылки с сайта уходят в спам. Как этого можно избежать? На самом деле попадание рассылки в спам – это довольно распространенная проблема, и она связана с тем, что отправка почты, то есть технология отправки почты недостаточно, вернее, не технология, а сервер, который отправит почты, недостаточно грамотно настроен. Такое очень часто происходит на различного рода хостингах, причем даже на хороших, дорогих хостингах бывает, что почта настроена недостаточно корректно. И просто потому, что хостинги, которые хостят сайты, не очень любят, когда с них рассылают большие рассылки, тем более. Потому что боятся попасть в базу спама и так далее. От того, как вы используете, вернее, как настроена вот эта вот отправка почты, именно техническая часть, будет зависеть попадание в спам в тех или иных почтовых службах. При этом у разных почтовых служб разные требования к отправленному письму. Там требуются различные сертификаты или подписи специальные цифровые и так далее. То есть там целый ряд важных требований. Есть два пути решения, вернее, даже, да, два пути решения этой проблемы. Первая проблема – идти к своему хостеру и договариваться, чтобы он выполнял рекомендации, соответственно, Gmail'а или других почтовых сервисов, там, Яндекс или Mail.ru, и чтобы письма туда не попадали в спам. И многие хостеры идут навстречу и помогают эти настройки сделать. Второй вариант – использовать внешний почтовый сервис, то есть почтовый сервис другой, который специально предназначен для рассылки. В частности, можно даже для небольших рассылок использовать и бесплатные сервисы, там, тех же серверов Яндекса или Mail'а. Насчет Mail'а я не уверен, но Яндекс-то точно. Для небольших групп рассылок, небольшого количества адресатов можно использовать, смело подключая к своему сайту. И это будет работать лучше, и меньше вероятность попадания в спам действительно будет. К сожалению, там настройки серверные невозможно изменить изнутри нашего продукта, поэтому мы тут с этим ничего сделать не можем. Можем только рекомендовать обращаться к почтовым службам и, собственно говоря, к хостерам, которые обеспечивают настройки своих почтовых серверов. В этом случае будет нормально работать, нормально приходить письма с большой вероятностью доставки. Наверное, из основных инструментов, которые я хотел вам сегодня показать с точки зрения платформы и маркетинга, это, наверное, все. Еще раз скажу, что детальные и более детальные моменты мы рассматриваем в больших сериях вебинаров, которые проводят с определенной периодичностью нами и нашими партнерами. И они обычно детальнее рассматривают. Это целая серия вебинаров. Чтобы посмотреть все инструменты более конкретно, детально, нужно просто больше времени. Поэтому из этого происходит серия. Вы можете на нашем сайте в разделе «Вебинары», вот он у меня тут даже открыт, вот «События», и есть раздел «Все вебинары», где можно посмотреть историю вебинаров, прошедших, и, соответственно, найти какой-то из интересующих вебинаров по работе с... Вот, например, вот эта серия вебинаров в интернет-магазине «Надежда» за 6 часов. И здесь есть видеозаписи этих вебинаров, которые, в частности, вот это третий шаг до обслуживания интернет-магазина. Здесь уже работа со скоростью сайта, с композитом, с поддержкой и так далее, и развитием интернет-магазина. И таких, собственно говоря, вебинаров есть довольно большое количество, можно детально видеозаписи, например, посмотреть. Так, давайте поотвечаю немножко на вопросы, пока Светлана готовится. Светлана, я надеюсь, что ты там готова к своей части выступления, а я посмотрю пока на вопросики. Итак, вот Екатерина спрашивает, когда пытаюсь удалить имеющиеся там картинки или текст, система это не сохраняет. Ой, а вы уточните... А, про шаблоны. Вы знаете, это, возможно, какая-то там локальная проблема в... То есть здесь нужно, чтобы техподдержка разобралась и посмотрела детально, что происходит. Бывают там истории с каким-нибудь старым браузером или еще что-то, когда скрипты не отрабатывают достаточно четко. В этом случае надо просто посмотреть. Пусть просите поддержку, они посмотрят. Чем отличается расширенная лицензия от остальных? Спрашивает Юрий. На самом деле все очень просто. У нас на сайте в разделе... Ой, сейчас, секундочку, у меня тут окошки все загородили. Так, управление сайтом, сравнить редакции. И здесь есть табличка сравнения, которая показывает... Вот здесь вот, если так нажать, расширенная базовая лицензия. Чем, в частности, отличается редакция «Малый бизнес» от бизнеса, по сути, для интернет-магазина? Есть просто вот проставленные галочки, что не входит, например, в базовую лицензию. Наборы и комплекты и мультиколоночный прайс, то есть много типов цен для каждого товара. Наборы и комплекты, опять же, инструмент для увеличения среднего чека, когда можно комплектовать свои товары в разные наборы или давать возможность вашему покупателю выбирать различные варианты комплектов или самому набирать там какие-то наборчики. Многоскладовость и отчеты, соответственно, по разным складам. Накопительные скидки программы лояльности, афилиатские программы не входят в малый. Продажа электронного контента. Ну вот из таких основных моментов, которые отличают базовую лицензию от расширения. То есть бизнес большой от малого бизнеса. Так, 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 так. Александр спрашивает, как добавить свой шаблон, в котором визуально перетаскивать элементы в триггерные рассылки. На самом деле именно свой шаблон в триггерных рассылках. Вы когда формируете рассылку, вот смотрите, при создании... Я сейчас ее так на бум насоздаю, чтобы дойти до шаблона побыстрее. Так, следующий шаг. Давно не заходил, но остальные, окей. Вот, собственно говоря, письма. У меня сейчас ни одного письма нет. Я добавляю письмо и могу выбрать шаблон. Я могу выбрать готовый шаблон, да, сформулированный кое-как. А могу выбрать пустой шаблон для реализации письма, для создания письма, грубо говоря, с нуля. И вот, собственно говоря, у меня пустой шаблон, в котором я могу добавлять базовые блоки. Например, тексты изображения. Я сюда могу кликнуть, и у меня, собственно говоря, появится вот этот блок, в котором я смогу что-то сделать и как-то поработать. Следующим блоком могу добавить наоборот, да, ну и так далее. То есть и всячески формировать эти блоки по-своему. Вот у меня два текста будут. Тоже отдельный блок. И, соответственно, их уже заполнять. Вставлять какие-то другие компоненты, заголовки, картинки и так далее. Вот, кажется, ответил. Так, Юрий спрашивает расширенную версию за 180 тысяч. Вы знаете, я не знаю, о чем идет речь за 180 тысяч. У нас нету продуктов за такие деньги. Так. Вот хороший вопрос. Магазин, у которого в товарах бумажные пакеты и больше ничего. Разница только в размерах. Уникальность, описание товара. Везде одно и то же. Что посоветуете? Спасибо за ответ. Я посоветую, ну, собственно говоря, если отличие только размеров, да, это действительно разные товары. Хотя в данном случае это может быть не там большой, ну, по факту не выглядеть как интернет-магазин, а больше напоминать какой-то лендинг, да, потому что на самом деле товар-то один, просто у него есть различные, как это в нашем понимании, торговые предложения. То есть товар один с разными размерами. Если форма не меняется, да, самого пакета, то, в принципе, это один товар. И для покупателя это тоже один товар, который всего лишь должен выбрать там типы размеров там в процессе заказа. Если нету каких-то характеристик, которые дополняют или помогают определиться с размером пакета, да, то есть там, не знаю, грузоподъемностью пакета еще меняется в зависимости от его размера, ну, или еще какие-то там такие детали, тогда там можно разделять. Но в целом, по факту, у вас магазин одного товара, и это должно быть с внешней точки зрения скорее больше похоже на лендинг, чем на интернет-магазин там со всеми каталогами, фильтрами, разделами и так далее. Так, если в моей версии Bittrex нет всех тех полей в разделе маркетинг, как их установить? Их нужно обновить, свою версию 1S Bittrex до последней, и в разделе настройки, в списке модулей, сейчас вот у меня тут спрашивают, да, покинуть эту страницу, не будем сохранять, проверить, что все модули у вас установлены. Например, в тот же пульс конверсии, это отдельный модуль, который, вот он здесь, конверсия, да, у меня он в данном случае установлен, у вас, может быть, не установлен, его надо просто установить, здесь будет кнопочка «Установить», и это установить. Так, вопрос по скидкам на набор. Существует возможность скидку на набор, допустим, предлагаем в карточке товара набор телефон, плюс чехол, плюс карта, все по отдельности, по 100 рублей, без всех скидок, но если купить вместе, получит скидку, допустим, 10% на все. Да-да-да, именно это возможно, к сожалению, опять же, вот сейчас в рамках текущего я не успевал вам показать, но вы можете, ой, сейчас магазин, товары, список товаров, вы можете создавать товар типа комплект, и в этом случае вы создаете товар, то есть определяете здесь основные описания, да, определяете, какая у него будет непосредственно цена именно на этот комплект, и в состав комплекта добавляете товары, которые в него входят. То есть, грубо говоря, вы создаете отдельный товар, в который будут входить ваши несколько товаров, вы сами определяете, какая будет цена, а система сама посчитает, что это за скидка, какая выгода покупки этого набора, и, соответственно, при оформлении этого заказа, по факту, в корзину упадет там несколько товаров просто по специальной цене. Так, вот Владислав говорит, что это сайт-каталог, ну вот надо, наверное, разобраться, что за история с вашим каталогом, может быть, какую-то отдельную консультацию окажет Светлана, поскольку она у нас эксперт в отношении разных вариантов реализации, может быть, она чем-то подскажет. Поэтому вы говорите, что лендинг не продвинуть. Ну, на самом деле, часть, правда, здесь есть. Возможно, если говорить о SEO, то тогда надо действительно думать о полноценном каталоге с разными товарами. А описание, наверное, вам придется как-то выдумывать, чтобы они были разные, если это с точки зрения SEO, но с этим ничего не поделаешь. Так, вопрос, как стандартно выгрузить весь каталог в Яндекс.Директ? Вот, в Яндекс.Директ, то есть создать объявление. Или в Яндекс.Маркет, чтобы создать товарные предложения. Тут вот вопрос, уточните, пожалуйста, Александр, потому что это важно. Так, когда будет реализовано SEO для каждого торгового предложения? А мне кажется, мы уже это сделали. Вы знаете, у нас сейчас... Да, это уже сделано. Если вы оформляете... Сейчас, секундочку. Вот, допустим, SEO-настройки для раздела. Сейчас, секундочку. Света, вы включил микрофон? Да. Ага, привет. Сейчас мне тут вопрос с настройками. Вы когда определяете, например, ключевые слова, да, то вы можете сюда добавлять переменные с... Собственно говоря... Сейчас, где у нас тут? А, стоп, это я для раздела, вот для элемента. Не туда пошел. Сюда поля и свойств предложений. То есть, пожалуйста, размер конкретный и цвет. То есть для каждого торгового предложения могут предподставляться свои переменные и, соответственно, будут отображаться в метатегах. Так, уточнение, что все-таки про директ. Запись вебинара будет. Для директа есть инструмент, который называется автоконтекст. Вот для Яндекс.Директа вы здесь можете создавать... Вам нужно подключиться к сервису Яндекс.Директ, то есть создать, либо подключить свою текущую компанию, и тогда вы сможете здесь формировать объявления, следить за ними, в том числе определяться со стратегией и автоматически отключать те или иные объявления для, например, отсутствующих товаров или при превышении определенного бюджета. Вот обратите внимание на этот функционал, на автоконтекст. Детали, опять же, сейчас не смогу показать, но в целом у нас, по-моему, в документации все довольно подробно описано. Ладно, спасибо. Я сейчас передаю слово Светлане. Сейчас переключу экранчик. Вы можете продолжать задавать вопросы. Я с вебинара никуда не уйду. Просто отвечу уже письменно в закладочке questions. Так, Света, сейчас переключаю. Во. Во, кажется, сработало. Так, сейчас. И умолкаю. Спасибо всем за внимание. Ну, в конце вебинара мы еще услышимся. Так, добрый день, коллеги. Ну, надеюсь, что все включилось, да, все перевелось в порядке. Экран теперь видно. Меня зовут Светлана Русова. Я представляю учебный центр BestRank. Мы занимаемся обучением продуктам, работе с продуктами 1S Bittrex. Это, собственно, курсы для пользователей всех уровней и для программистов, для разработчиков тоже разных уровней. Bittrex, Bittrex 24, то есть любые продукты, какие есть у 1S Bittrex. И сегодня, продолжая доклад Сергея, я хочу рассказать, собственно, о том, какие инструменты есть в 1S Bittrex, да, и сравнить с тем, что используют большие крупные магазины, на которые мы, как правило, ориентируемся и на которые очень хотелось бы быть похожими и что-то такое у себя использовать. Но сразу оговорюсь, что не все то, что хорошо работает в большом магазине, будет хорошо масштабироваться в маленький. Поэтому, конечно, всегда перед внедрением смотрим и просто сравниваем стоимость внедрения и стоимость, соответственно, не стоимость, а ту выгоду, которую мы можем, прибыль, которую мы можем от этого внедрения получить. Но, тем не менее, общие вещи, да, общие моменты, которые нам явно пойдут на пользу, можем обсудить. И я предлагаю построить доклад в таком, по такому принципу. Были мы в Икее, и просто я сделала там достаточно много фотографий, которые, собственно, иллюстрируют тот или иной какой-то маркетинговый инструмент, который мы часто используем на сайтах. Он для нас привычный, но мы не всегда задумываемся о том, как он связан, да, как он связан вообще со всей остальной нашей системой, как он влияет на наши продажи. Итак, сейчас я сделаю презентацию пошире, и будет хорошо видно. Итак, первое, да, когда мы приходим в Икею, первое, что для нас всегда важный такой показатель, там удобно. То есть там есть гардероб, да, если мы приехали в зимнее время, где мы можем оставить свои там вещи, оставить какие-то тяжелые пакеты, если вдруг у нас что-то есть с собой, да, и дальше с легкими руками, с легким сердцем пойти, собственно, по самому магазину. Точно так же есть возможность оставить своих детей, да, в специальной игровой комнате, где дети, мы знаем, что они присмотрены, что им там интересно, там вот этот бассейн с шариками, там какой-нибудь телевизор, там какие-то игрушки. И всегда есть люди, которые за ними присматривают. Опять-таки, для чего? Ну, чтобы никто не волновался, как там, что. И понятно, что когда ходишь по магазину больше 15 минут, и тебя там тащит куда-то все время ребенок, то, конечно, ты купишь меньше. Но задача Икеи, чтобы покупали больше. Поэтому все, что может мешать, да, одежду, вещи и детей, оставляем при входе. Итак, следующее, да, мы зашли, и что мы видим? Нам тут же выдается удобный инструмент для сбора покупок. Причем, обратите внимание, сразу же, ну, тут у меня не везде удачные фотографии, потому что там с мобильного телефона частично на ходу, но тем не менее, над вот этой корзинкой с сумками сразу же пример, как будет выглядеть эта же корзинка наполненная. И это на самом деле интересный психологический прием, который заранее готовит покупателя к тому, что и наполненная эта корзинка не выглядит такой уж прям тяжелой, неподъемной, и, в общем-то, наполнена она какими-то интересными вещами, и вообще неплохо бы эту сумку, в общем, в итоге-то чем-то и наполнить. И на сайте мы делаем то же самое, да, ну, как часто, вернее, не обязательно делаем, часто у нас сразу в шапочке висит ваша корзина, да, и там по умолчанию у многих написано «Ваша корзина пуста». Ну, вот тут с формулировками можно поэкспериментировать, но вообще, как показывает практика, иногда бывает вот от этих формулировок конверсия, особенно хорошо работает, что если в вашей корзине уже там вас ждет сюрприз в корзине, особенно женская тематика, женские магазины, детские вещи, косметика, «Вас ждет сюрприз в корзине», да, напишите заранее так, при этом, ну, конечно, сюрприз должен ждать в корзине, конечно, он должен быть приятным, да, но это вот именно вот эта психологическая фишечка, которая готовит нас к тому, что в корзине там что-то уже лежит, да, Икея не может написать, не может в каждую эту сумочку заранее положить какой-то подарок, но может поставить, собственно, для нас вот эту тележку с красивой картинкой, на которой, понятно, написано, ну, продемонстрировано, что там что-то есть. Следующее, да, опять-таки, возьмите корзину для покупок и сразу же демонстрация, как можно пользоваться. И мы видим, что эта корзина на тележках, ой, на колесиках, видим, что у нее вытягивается ручка, то есть такая простая, визуальная, наглядная инструкция, как этим пользоваться. И сразу понятно, да, берешь за эту ручку, тянешь за собой, ее тащишь, толкать ее перед собой не надо, за большую ручку ее таскать тоже не надо, потому что она может быть тяжелая. И что тут важно? Она должна быть легкая, да, пока мы ходим по большому магазину, нас ничто не должно отвлекать. Поэтому нам дается такая корзина, которую легко пользоваться. А рядом второй пример. Возьмите тележку для ребенка. И опять-таки, сразу же с инструкцией, с пояснением, куда здесь посадить ребенка. И плюс отсылка к нашему прошлому опыту, вот к той желтой корзинке, сумке, которую мы уже взяли. Сразу показано, как ее здесь пристроить. И опять-таки, смотрите, ребенок довольный, то есть все хорошо, ему здесь явно нравится. Посадите своего сюда же, он будет такой же довольный и счастливый. И второе, да, это в корзинке, в сумке желтой уже тоже много всего лежит. Опять-таки, да, как мы это используем у себя в магазине, ничего сложного не делая. Как правило, достаточно вот это, имеются в виду вот эти надписи на кнопках, да, добавить в корзину. При этом мы положили в корзину, у нас всплыла, как появилась какая-то красивая формочка, в которой написано, что ваш товар добавлен в корзину. Да, и дальше вы переходите дальше в каталог. Тут, кстати, очень важный нюанс, и полезно знать, что Bittrex умеет делать, добавлять в корзину двумя способами. Первый способ, добавил в корзину и сразу же перешел в корзину, да, перешел в линию заказа. Второй способ, добавили в корзину и вернулись в каталог. Это два разных типа кнопок. Если, да, там, с разработчиками делаете проект, просто скажите, какой вариант вам нужен. Это делается очень легко. Ну, на этапе, конечно, пока сайт не запущен, да, пока вы его еще делаете. Вот. А в новых версиях это можно использовать прямо в настройках. Там они так и называются в корзину и купить. Купить, это мы сразу переходим на оформление заказа, а в корзину, это мы вернемся в каталог. Что это значит, да, на практике для нас? Мы смотрим по нашим товарам. Если у нас в среднем покупатель берет всего один товар, да, и у нас такой магазин, что у нас не берут там, не набирают много всего одинакового, в смысле много всяких разных товаров, да, там похожие какие-то товары, что-то одно взяли и с этим уходят, то значит мы выбираем сразу вариант купить, да, ставим эту кнопку купить, и тогда пользователь, покупатель наш кликнул на эту кнопку и сразу же перешел к оформлению заказа. Если у нас случай, когда чаще всего берут по 2-3 вещи, то мы ставим кнопку в корзину, да, кликнули, у нас появилось красивое окошко, на котором написано, если я не хочу больше ничего, да, мне хватит того, что уже есть в корзине, я вижу сразу же, что, ну, то есть вижу сразу же кнопку, как мне перейти к оформлению заказа. Если же я еще планирую что-то докупить, да, то я тут же спокойно либо жду, пока это окошко закроется, оно закрывается очень быстро, либо нажимаю кнопочку сама его закрыть и вернуться в каталог, если я прям спешу и сама... закрываете окошки быстрее, чем автоматом. Другой вариант здесь же, да, что, ну, вернее, на что нужно обратить внимание, когда добавляется вот этот один товар в корзину, появляется окошко не то, в котором уже перечислена вся моя корзина, все, что я уже туда покидала, а еще количество и сумма, а только этот один товар, да, это вот аналог того, что мы, нам легко и удобно, то есть мы не останавливаемся на том, что в корзину уже понакидали, ой, я вижу, что это вот я уже туда 15-е туфельки запихиваю, да, в эту корзину, и что-то это, наверное, как-то уже дороговато получается, и пора бы уже как-то пойти и там что-то лишнее повыкидывать. Но тут стратегия поведения покупателей разная, да, бывает, что, ну, вот как я привожу пример, да, с 15-ми туфельками в магазине, когда складывают в корзину те товары, которые нравятся, а уже где-то на последнем шаге принимают решение, что из этого оставить. И вот те, кто пользуются такой стратегией, сама цифра, сколько у них уже всего лежит в корзине, для них будет достаточно пугающей и останавливающей. Поэтому убираем, да, вот эти все лишние напоминания, упрощаем людям жизнь. Вот вы сейчас положили одни туфельки, все. Больше никакой лишней информации не показываем. Следующий инструмент, следующий слайд, это навигация. Ну, на сайте, да, что у нас на сайте служит навигацией? Это, конечно, пункты меню, в первую очередь. Это фильтры, это различные кнопки и ссылки. Да, навигация, вот здесь хороший пример, должна быть большая, простая, понятная и заметная. И здесь же это еще говорит о том, что вот мы находимся в каком-то разделе, соответственно, мы сразу видим название этого раздела. Если мы куда-нибудь перемещаемся в другое место, мы должны понимать, где мы находимся. То есть с точки зрения Икеи, да, у них не сайт, им сложнее, поэтому они не могут там использовать и пункты меню, но тем не менее они должны как-то обозначить, где мы находимся. И вот один раз при входе в какую-то определенную выставку, да, мы видим, что вот здесь мы сейчас идем по выставке мебели. И когда мы переходим куда-то в следующий отдел, куда-нибудь идем дальше, вот, соответственно, у нас, пока мы не дойдем, эта надпись не изменится. Ну, а на сайте у нас все просто. Активный пункт меню подсвечивается, цепочка навигации есть, головок браузера есть. То есть тут нам с этим делать, да, показать пользователю, где он находится, добавить для него удобство гораздо проще. Вот. И вот еще пример навигации, да, как это реализовано в Икеи. Есть простая и понятная стрелочка, которая показывает, куда надо идти. Вот мы сразу видим, да, что все движемся в ту сторону. И весь поток вот так аккуратненько идет. На самом деле на сайте нам нужно делать вот похожие цепочки, похожие пути навигации. То есть когда мы своими пользователями немножко командуем, и мы им показываем, вот это у нас предложение дня. Если вы хотите узнать про доставку, вам сюда. Если вы хотите узнать еще что-то, вам сюда. И мы за них простраиваем и продумываем вот эти маршруты. Как правило, это хорошо работает уже на последнем шаге, когда идет оформление заказа. Да, и вот в новом шаблоне Bittrex, это прям прекрасно, в новом шаблоне оформления заказа, прям прекрасно отражено. Заполнили информацию о себе, нажали далее. Заполнили еще что-то, нажали далее. Все остальное устраивает, нажали сохранить, больше никуда не идем. То есть везде, где мы можем указать какую-то информацию, куда пользователю кликнуть, что ему делать на следующем шаге, наша задача ему это подсказать. Чтобы не было такого, что зашли на страницу и непонятно, что нажать. Не так давно был пример проекта. Пришли на обучение и показывают сайт, говорят низкая конверсия. Начинаем разбираться. А у них совершенно незаметно и никак не выделены кнопки оформления заказа. То есть вот идет вся эта форма с полями для оформления заказа. И внизу просто текстовое поле, там что-то такое, оформить заказ, либо, ну как-то так написано. То есть она никак визуально не выделена. И когда заполняешь форму, полное ощущение, что непонятно, куда нажимать. Ну тут еще одна строчка, там этих таких строчек, еще 15 на странице, куда именно. То есть это все уже интерфейсные вещи, которые в стандартном шаблоне сделаны очень правильно и очень хорошо. Следующий блок. Опять-таки у Икеи не такие возможности, как у интернет-сайта, но тем не менее они стараются. Что делается для того, чтобы пользователям, покупателям все было понятно. На сайте мы можем добавить всякие там информации, блок, да. Мы можем сделать рядом блок, как выраживать за изделием. Мы можем вывести какие-то бирочки с составом и так далее. Икеи сложнее, они не могут там так контролировать внимание покупателей, но тем не менее, что мы видим, да. Здесь сразу же у нас идет про гарантию, да, большой баннер. Посмотрите, справа кресло, да, на нем чек, ценник, вернее, в котором сразу подробно все написано. То есть что там за товар, да, состав, описание, размеры. Рядом висит ценник тоже с образцом на этом же кресле, то есть с образцами, как это кресло выглядит в сложенном, разложенном и в других вариантах. То есть вот эта информация, да, это мы можем увидеть прямо сразу, находясь, ну, собственно, контактируя вот с теми предметами. И как видим, это вот на всех, да, даже вам подушка лежит. Казалось бы, уж что уж там расписать, и то про нее достаточно много подробной информации расписано. Ну и вот как пример еще, да, как принять решение. Если на сайте мы можем сделать какой-то конструктор принятия решений, да, что мне выбрать, какой мне матрас больше подойдет, пружинный или пенополиуретановый, да, то есть, соответственно, что мне выбрать, как это выглядит. Мы можем там картинки поставить. Ну, еще раз, да, у Икеи такой возможности нет, поэтому они делают это все вживую. Вот здесь у нас слева, да, видите, прямо образец, как выглядит этот матрас. С другой стороны, там, образец другого матраса. И, соответственно, пояснение, что значит пружинный мягкий, что значит пружинный средний, жесткий. Причем это все сразу, да, подписано. То есть, для какого человека, то есть, что, в каких случаях лучше, какую выбрать, да. И также вот это уже на левом ценнике, на зеленом, на правом, на правом, на зеленом ценнике лучше видно. То есть, подходит для каких моделей, которые продаются здесь же. То есть, связка, отсылка сразу же к другим продуктам. Дальше, вот смотрите, тоже примеры, да. Опять-таки все, чтобы было понятно. Если мы не хотим далеко ходить по залу, мы можем прямо здесь постоять, просто перед стендом, выбрать, посмотреть то, что нам нравится. Определились, вот нашли там либо кресло, да, посмотрели каркас, либо там табуреты, либо еще что-то. Вот, и, собственно, тут же мы видим сразу красные вот эти ярлычки, и где это взять. Что это у нас в магазине аналог? Это, конечно, наш список товаров, да. То есть, когда мы заходим в раздел, мы видим все товары в разделе. Оно даже визуально вот примерно то же самое, да. Название, картинка, дальше какие-то пояснения по этому товару, цена и кнопка, вместо кнопки купить, да, ну здесь, собственно, где забрать. Для нас это вот каталог товаров. Опять-таки, в чем фишечка, да. Это должно быть заметно, должно быть наглядно, должен быть понятный ассортимент, и должно быть понятно, что с этим делать дальше, то есть, где это взять. Обязательно картинки, да, обязательно описание. Как это, не экономьте на месте. Часто говорят, что, ну вот, все в карточку перейдут, и там уже посмотрят, а в списке там попроще. Нет, в списке не попроще. Именно в списке принимается решение вообще в карточку идти или не идти. Поэтому здесь очень важно представить вот как можно лучше. Вот. Теперь, собственно, кейсы и опыт использования. Да, как это делается в Икее. Вот мы видим, да, за что многие ее любят, вдохновиться за одной идеями. Вот жилой уголок, созданный полностью из товаров, которые можно купить в магазине. Ну, кроме ноутбука, понятно. Да, ноутбук его купить нельзя, но он брендированный. На нем сразу написано, что это. Можно применить это у себя на сайте? Как? Конечно, мы всегда можем показать, что наш товар, да, и показать вот не просто картинки товара, а картинки, как он используется где-то, как одежда сидит на человеке, да. Если это, ну, какие-то товары там для дома, еще что-то, то поставьте одну картинку, как это будет смотреться в интерьере. А еще хорошо, если есть возможность поставить какие-то изображения, где наш товар находится рядом с другими товарами, какими-то другими предметами, чтобы можно было соотнести его размеры. Да, потому что в интернет-магазине мы зачастую не всегда можем понятно представить, какого размера этот товар. У нас был пример интернет-магазин, который продает очень интересные предметы декора, такие дизайнерские, красивые вещи. И там есть у них, ну, одно из направлений антиквариат. Но на сайте это было сфотографировано настолько ужасно, что вот смотришь, ну, кажется, господи, вот за такое безобразие, такие деньги, ну, это вот прям вот, ну, вообще не по-человечески. Когда мы приехали, один раз были у них на складе, и увидели все эти товары вживую. Это действительно очень интересные, очень красивые, оригинальные вещи, которые могут украсить интерьеры, и можно подобрать практически под любой стиль что-то, и понимаешь, почему они стоят этих денег. Ну, вот, собственно, одна из рекомендаций была это перефотографировать товары, и они сделали, они сделали новые фотографии, заказали, и там как раз были варианты, когда они вписывали свои товары так или иначе в интерьер. И это смотрелось гораздо лучше, и это действительно повлияло у них на конверсию, на количество заказов, сделанных через сайт. Ну, вот еще пример, да, то есть тут целая комната, что ценно, это все доступно сразу же для простых людей, да, просто покупателей, которые ходят. И мы видим, вот тут два человека сидят, да, и, собственно, на этих диванах что-то там такое себе делают. При этом, да, как это можно использовать в магазине? Ну, это то, что многие магазины любят отзывы от покупателей, вот это немножко про то же самое, да, то есть вот такая социальная поддержка, вот смотришь, и понятно, что, в общем, неплохо им там сидится, и если уж им там неплохо сидится, я думаю, что и мне так же будет вполне себе удобно, но если есть сомнения, да, я пойду еще тоже там рядышком присяду. Но, в принципе, понятно, что если они там сидят, вставать особо не торопятся, возмущенными не выглядят, значит, им неплохо. То есть это такой вот вариант отзывов, с одной стороны. С другой стороны, это то, что в магазине еще можно просить истории от покупателей и реальные фотографии. Отзывы, может быть, присылают не все, а фотография я и там какая-нибудь моя покупка, это, в общем-то, подойдет. В магазинах одежды, если брать такие магазины, как там Бонприкс, Квейли, да, если там кто знает, одежда по каталогам продавалась, которая изначально была по бумажным каталогам, сейчас вот они пришли в интернет, ну как сейчас там уже достаточно давно, да, но вот они пришли в интернет и продают через интернет. Там на каждую вещь можно посмотреть отзывы от живых людей, да, то есть люди пишут, что купила там себе вот это платье, оно маломерит, да, то есть будете заказывать, у меня размер там 44, но вот купила себе 44, оно мало, да, значит, ну подумайте, берите там себе следующий, он уже подумает, прочитает, возьмет 46, и все будет хорошо. Да, то есть вот такие вот подсказки, и это, собственно, про то же самое. Добавьте это у себя на сайте. Как это, в жизни отзывы жизненные, да, люди писать не очень любят, но всегда есть варианты, как и за что они это все-таки делают. Ну вот тоже пример, да, совершенно разные стили, совершенно разные варианты, как это все может выглядеть, под разные целевые аудитории. То есть мы понимаем, да, мы даже вот открывая вот эти комнаты, мы представляем, хозяев этих людей, это ведь совершенно разные люди, но каждый из них будет являться целевой аудиторией для Икеи, да, и мы здесь, вернее, мы можем на своем сайте воссоздать что-то похожее, мы можем тоже сделать вот такие различные немножко предложения для разных групп наших покупателей. Ну вот тоже пример, да, прям, это причем я помню, что стоит где-то вот так вот просто совершенно неожиданно, да, стоит зеркало, и вот эта вот вешалка сзади, и висит там пара рубашек. Не сильно Икея волнуется, что кто-то там утащит их вешалку и эту рубашку, да, вот она, ну, конечно, там безопасности все это продумано, но тем не менее, вот оно висит, вот можно подойти, потрогать, и сразу думаешь, точно, очень удобно, да, вот одежду, которую там пришли вечером, особенно это у кого дети, да, меня поймут, ребенок пришел и одежду там на стул кучкой, красивой в лучшем случае кучкой, а тут вот не надо там заставлять шкаф, вот прямо вот все просто, вот тебе под рукой вешалка, вот хотя бы здесь повесь, уже не кучка, уже лучше. Вот, следующий пример, да, семья, и сразу же рядом блок 55 метров квадратных, то есть и нарисована их квартира, и расписана, как эта квартира, ой, как эта семья может вот в такой своей типовой квартире разместиться так, чтобы вам было удобно, но, конечно, она будет размещаться с товарами Икея, и тут все сразу написано, какими товарами, что, где ей поставить, вот, в общем-то, такая понятная подсказка для покупателей. Можно это сделать на сайте? Да, конечно, вы можете на своем сайте сразу написать, да, что в каких случаях вашими товарами лучше всего пользоваться. Тоже пример, да, продается вроде бы как, на самом деле, мебель кухонная, но тут же внутри лежит дополнительно то, что может еще понадобиться. Ну, вернее, то, что, скорее всего, у вас будет лежать в этом ящике на самом деле, да, но при этом это сразу же можно взять и купить. Хотя, по идее, да, это вообще из других отделов. То есть это вот дополняющие товары. Ну, это часто в магазинах, в интернет-магазинах используется, не всегда так креативно. Зачастую это стараются делать, там, давайте это автоматизируем. С автоматизируем получается не всегда хорошо, но лучше уж автоматизируем, чем никак. А в идеале все-таки разово, с маркетологом, да, ну, в зависимости от того, что вы продаете, там, с маркетологом, с дизайнером, там, не знаю, со стилистом, если это одежда, да, подобрать вот какие-то такие готовые комплекты, и если мы говорим про одежду, то как это все комбинируется, и составить вот такие вот комплекты и показывать это все вместе. Это, конечно, работает очень хорошо, это сразу привлекает внимание, во-первых, а во-вторых, ну, вот это вот смотришь, ну, мойку я не возьму, но вот пакетик мне точно, или там какая-нибудь тряпочка, вот прям без нее никак, тем более, что она мне на глаза уже, там, не в первый раз попадается, вазь мне пригодится и стоит недорого. Ну, и следующий сюда же, да, в общем-то, продолжая эту тему, наборы и комплекты. Продается не один товар, а продается сразу вот тут вот набор, там, мебели, да, и часто здесь вот не очень на картинке видно, справа еще стоит вот эта вот сетка, да, причем сетка голубенькая, она сама по себе отдельно, а еще к ней отдельно продается вот эта вот крышечка, а еще к ней отдельно продается еще что-то. Но это все уже сразу собрано, что вот кажется, что прям вот, ну, как взять без крышечки, как взять только сеточку, поэтому подходишь и берешь, собственно, все, что показали. Да, здесь вот тоже пример мойка, да, к ней сразу же смеситель. Смеситель не абы какой, а явно удобный, то есть, ну, тут как раз кто-то экспериментирует, да, и, в общем-то, понятно, что, ну, берешь такую мойку, чего уж пойдешь где-то покупать простой смеситель, нет, уж возьмешь такой же хороший, да, хотя этот вот смеситель на минуточку 23 тысячи дополнительных стоит, но он вроде как не просто так здесь висит, да, понятно, что это вот хорошая вещь. То есть это про наборы и комплекты, то, что Сергей показал немножко, да, но по вопросу, что мы можем сами скомплектовать какие-то наборы, либо сделать какие-то комплекты, показать это покупателям и подсказать им, ну, вы это берете, но не забудьте еще это и вот это, да, вам это только на пользу. Дальше, обратная связь, да, Икея очень ценит своих покупателей и всячески это подчеркивает. Ну, во-первых, что здесь, да, здесь это вот этот слайд еще не совсем про обратную связь, это про установление контакта. Сбор лидов, что это такое, да, если вот про наш сайт говорить, это сбор лидов. Идешь спокойно по магазину, вдруг тебе бабах, яркое оранжевое пятно. На стороне сайта это что? Да, всплывающее вот это окошечко поп-ап, который, да, всплыл, и там, а вот вступите в наш клуб прямо сейчас, и вам там новинки, скидки и прочие радости жизни. Быстро, просто, бесплатно, вот прямо сейчас, и на всю жизнь будет все хорошо. Тут же, да, в Икеа, это прямо вот здорово туда заходишь, можно там вступить в этот клуб, тут же распечатать себе, получить там что-то такое. мы ходили в последний раз там компанией, там было несколько таких молодых людей, да, в районе там 20-25 лет, так вот они только ради того, чтобы поковырять вот это, вот как это все работает, да, потестить, ну там программисты, там особая история, но тем не менее, да, вот просто чтобы это потестить, они каждый оставили свои данные. Что это у нас на сайте, да, вот это вот всплывающее окошко, мы вам там что-нибудь пришлем, оставьте свои координаты, мы вам там на почту что-нибудь скинем, какое-то предложение. И, собственно, опять-таки, да, у Икеи есть возможность выделить этот, нет возможности сделать всплывающее окно посреди зала, но есть возможность поставить вот такой оранжевый блок, да, яркого цвета, который привлекает внимание и дает возможность как-то нам взаимодействовать. Дальше уже, собственно, про обратную связь. Здесь же помогите нам стать лучше. Обращение не от кого-нибудь, а от директора магазина, и не просто так, а с фотографией. Здесь вот у меня на слайде не поместилось, но там ниже стоит прямо экран, на котором сразу можно потыкать пальцем и оставить действительно свои пожелания. Это простая форма, то есть там несколько вопросов, несколько ответов, и они потом как-то благодарят за это, да, но для них это действительно возможность получить обратную связь. Что это на сайте бывает? Ну, во-первых, да, когда мы просим, что оставьте отзывы, еще что-то живые, ну, живой человек, от имени которого выступает, ну, происходит это обращение, это всегда работает хорошо. И простая система для оставления отзывов, первое, что важно, да, если вы попросите, ой, оставьте нам, пожалуйста, отзыв, и даете анкету там на 30 листов, то, в общем-то, человек не станет с вами дальше общаться, это все понятно. Вот, поэтому просто лаконично обязательно поблагодарить, если получается с юмором, то вообще супер, да, так, чтобы ответы не были вот прям такими сложными, вернее, и ответы, и вопросы, чтобы это не было там, не нужно было придираться через какой-то сложный, тяжелый язык. Значит, что здесь еще? Вот, найти нужный товар. Это поиск, да, поиск на вашем сайте, инструмент важный, маркетинговый. Ну, тут вот уже обсуждали, где лучше ставить поиск в меню, либо в шапке сайта. На мой взгляд, вопрос дизайна, вопрос юзабилити, но поиск должен быть хотя бы, ну, хоть где-нибудь из перечисленных мест, вот, и он должен быть доступен с любой страницы, потому что очень часто бывает, что куда-то забрели, найти не можем. Но тут еще, что ценно, да, я дальше уже не фотографировала, но там, когда начинаешь пользоваться этой системой, товар можно искать по самым разным вариантам. Можно вбить артикул, можно название, можно по смыслу, да, по тематике, по разделу, можно еще как-то. То есть здесь уже есть хорошая система классификации товаров, и это очень важно, и хорошая система именно поиска. При этом название у товаров, ну, большинство икеевских, да, вы все в курсе, что это все называется не очень просто, и не всегда это название там легко так запомнить и повторить. Поэтому они не рассчитывают на то, что вы будете помнить правильное название, и выдают подсказки. То есть вы начинаете набирать что-то отдаленно похожее, да, какие-то похожие буквы, и система вам сразу подсказывает, а есть вот такое, а есть вот такое, может вы об этом, может вы об этом. Это как раз тот самый поиск с подсказками, который есть в стандартных инструментах Bittrex, поэтому просто показываю, рекомендую, что обязательно этим пользуйтесь. И поиск по тегам. Да, в Bittrex есть такая возможность у каждого элемента добавить теги. И вот зачастую в теге можно указывать какие-то, ну, нестандартные названия, например, для этого товара, либо ошибочные его названия. Когда, ну, вы знаете, что люди так называют, а на самом деле правильное название вот совсем не такое. И вы в теге пишете это ошибочное название, да, без лишнего знобизма, ну, называют так и называют, лишь бы купили. И здесь вы, собственно, уже тогда пользователь ищет, так как пусть неправильно, да, там не совсем идеально, но он его находит, этот товар, и может перейти в его карточку. Вот, что еще, да, у Икеи нет таких возможностей там достучаться до пользователя, отправить ему триггерную рассылку, там еще что-то такое, да, то есть вы забыли у нас корзину, вернитесь, а то мы разберем все компьютеры. У них с этим сложнее, но как они нас касаются, да, как они общаются с нами, когда мы уже ушли из магазина. Это, конечно, каталоги, которые раскидывают по ящикам, вот, это баннеры, которые висят по всему городу. И тут очень важно, Икея везде позиционируется, что это шведский бренд, шведский магазин, но при этом понятно, что все любят, чтобы их хорошо понимали, да, все покупатели, и, в общем, они адаптируются под русский язык. Каким образом? Через чувство языка, это чувство юмора, соответственно, да, вот вспомните, большинство их, вот этих баннеров, которые висят по городу, они там, ну, так или иначе, они построены на какой-то игре слов. Либо они обыгрывают название, вот это вот сложное для нас, да, шведское, либо они обыгрывают какую-то ситуацию, либо еще что-то. И они, с одной стороны, подшучивают при этом, при этом как бы над собой, да, что вот мы, да, мы не ваш, не российский, не русский бренд, да, у нас там вот такие вот названия, но с другой стороны, они с уважением относятся к языку нашей страны, и это приятно, то есть видишь, вот эта вот игра слов, да, которая, в общем-то, хорошо работает. То есть это, я к чему? Это то, что нужно использовать уже, когда ваш пользователь, ну, неважно, ушел с сайта, или еще он находится на сайте, поменьше официального, да, то есть они не пишут, у нас сейчас распродажа табуреток, они напишут это так, что вам становится интересно, вы запоминаете, что да, был там какой-то табурет, да, либо еще что-то, то есть запоминаете, какой-то их слоган, вот, и они, соответственно, показывают пример работы интересной с контентом, да, это не длинная рассылка, это всего лишь баннер, но вы на него натыкаетесь глазами, и каждый раз, ну, внутренне там, либо улыбнетесь, да, либо как-то его про себя отметите. Вот очень важно, что когда вы отправляете что-то с сайта, либо пишете что-то на сайте, вот ориентируйтесь на то, чтобы каждый вот такой посыл, каждое сообщение с сайта, ну, вот имело за собой вот такую улыбку, да, если это вам удастся добиться, вас заполняют, потому что это эмоции, которые очень хорошо нас привязывают к бренду, которые, ну, хорошо, если они связаны, именно вот связываются с вашим брендом, и вы с ним, соответственно, дальше общаетесь и работаете. Теперь немножко дополним, да, я, у нас тема была заявлена, название 29 инструментов, если посчитаете, у меня 29 ровно, то есть я вот еще несколько инструментов из Макдональдса добавляю, вот, чтобы у нас получилось ровно 29. Итак, речевые скрипты, да, это все знают, свободная касса, картошку там, да, что возьмете, чем добавить, какой соус, вот, это сразу, да, дальше товары по умолчанию. Хочу обратить внимание, что вот здесь немножко другие инструменты продаж, то есть Макдональдс над собой не шутят, Макдональдс это вообще, ну, как другая страна, другая идеология, они просто в лоб продают, да, товары, если вы говорите картошку, ну, все знают, да, что вам дадут не маленькую порцию картошки, как минимум стандартную, если вы там ничего не говорите, да, там, про напиток, про пирожок, вас не будут переспрашивать, а может вам маленькую нет, вам дадут большую. Рекомендации для задумчивых, чтобы подошли к кассе, а нечего тут зависать, да, перед кассой очередь задерживать, зависли, вам сразу скажут, попробуйте это, попробуйте это. Не всегда попадают, но очень быстро выстреливают, да, то есть там, ну, подходишь, например, там, подходит человек с какими-то особыми запросами, там, не знаю, не ем мясо, не ем там еще что-то, ему могут предложить что-то не то, но он откажется, кассир, не задумываясь, очень быстро начинает выстреливать следующими товарами, да, какой-нибудь, да, попадет, раз уж он тут передо мной стоит, наверняка что-то хочет купить, ну, давайте ему предлагать нам по списку, ну, на каком-нибудь сдастся и купит. Вот, ну, и дальше, да, то же самое, это уже когда ушли, да, сюда еще к задумчивости, да, и к тому, что все на скорость обслуживания, купил, съел, уступи место следующему. В большинстве Макдональдсов, да, знаем, что в основном, ну, как правило, такие вот не самые удобные, не самые комфортабельные, конечно, места, практически нет розеток, практически нет Wi-Fi, за исключением это Мак-кафе, и то не везде, да, Мак-кафе немножко другой формат, а просто Макдональдс, ну, и они об этом сами говорят, что мы не рассчитываем на то, что у нас будут сидеть долго, купили, поели и ушли, а еще лучше взяли с собой, то есть купили и ушли, и где-то там все съели. Вот, поэтому на скорость все ориентируемся. Дальше тоже указатели по всему городу, да, как только мы начинаем попадать в зону Макдональдс, вот это уже таргетина рывная получается реклама. Вот мы более-менее близко к Макдональдсу, и начинается Макдональдс-километр по этой дороге, туда-туда-туда, то есть мы сразу понимаем, что да, где-то это есть, и знаем, куда идти. Ну и последнее, это стандарты, да, то есть стандартное предсказуемое качество, как сервиса, так, собственно, сервиса именно, я имею в виду, общения, да, с сотрудниками, так, сервиса в ресторане в целом, то есть понятно, что там не будет вдруг внезапно плюшевых бархатных кресел и красивых занавесок, но будет вот это привычные диваны, да, какие-то стулья, стол, очередь, скорее всего, будет не очень большая, но она обычно бывает, там человек 3-4 перед тобой всегда есть, но это все двигается достаточно быстро. Вот, и по времени, да, что, скорее всего, купишь, там немножко, пока ты оформляешь заказ, уже будет скорее, ну, большая часть готова, то есть не будет такого, что тебе потом официант что-то еще отдельно донесет. Стоишь, спокойно ждешь. То есть и по самой еде, по качеству, да, не отличаются принципиально, я думаю, что многие уже это проверяли, не отличаются между собой бургеры, там, в разных странах, вот, что есть какие-то нюансы, которые связаны с местной кухней, с использованием местных продуктов, но, тем не менее, рецептура, сами процессы, да, они достаточно похожи, достаточно предсказуемы. И когда ты сомневаешься, находясь там где-то, что бы мне такое съесть, никак не можешь определиться, то в Макдональдсе ты всегда уверен в том результате, который ты получишь. Это про стандарты, и это тоже влияет на их продажи, да, то есть, когда не хочется вникать и думать, ну, можно туда пойти, там будет вполне понятно и предсказуемо. Вот, собственно, спасибо за внимание, готова ответить на ваши вопросы. Так. Если вопросы есть, да, сейчас смотрю. Ну, вопросы пока не вижу. Собственно, Сергей, тогда передаю слово. Да, спасибо, Света. Спасибо большое за доклад. Мне кажется, весьма любопытно. По крайней мере, мне было интересно послушать. Я надеюсь, что, собственно, и нашим зрителям тоже. Я сейчас тоже вопросов по твоей части пока не вижу, но я думаю, что контакты какие-то оставь свои, чтобы их было видно на экране. Если можно будет... Контакты, да, сейчас переключу. Завтра задать вопросы уже в офлайне, грубо говоря, получить очень ценную консультацию целого учебного центра. Вот, контакты включила, должно быть видно. Тут тебя неоднократно хвалили в вопросиках, что смотрят твои уроки и вообще... Да, спасибо, приятно. Хорошие ребята, да, это правда. Что ж, я думаю, что на этом мы можем упрощаться. Спасибо большое. Я запись, пожалуй, остановлю. Спасибо.